Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры делал 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 DimaTorzok Сдержать выраженность морщин Какие-то лифтинговые процедуры Делать, которые имеют антиэдж-эффект С влиянием на дерму, на мышцы и так далее Восстанавливать опять-таки регенераторные способности То есть восстанавливать каркас Который состоит из гликоза, аминогликанов В частности гиалуроновой кислоты И структурных белков кожи Соответственно, глубже, как говорится, копая, мы можем работать с подкожно-жировой клетчаткой, например, пытаясь убрать второй подбородок, или чаще всего все-таки работа с подкожно-жировой клетчаткой и мышцами, она больше характерна для процедур, которые выполняются по телу, хотя по лицу тоже, естественно. Ну и если у нас есть купероз или пигментация, мы тоже можем какими-то методиками, и аппаратными, и безаппаратными на эти элементы повлиять. Рассмотрим основные аппаратные методики. Вот, собственно, для чего мы сегодня собрались. Чтобы нам основные вот эти методики рассмотреть, определенные какие-то нюансы по каждой методике проговорить, чтобы мы их хорошо различали, понимали, какому пациенту какую методику лучше назначить, а какому лучше не стоит, потому что есть противопоказания. Начнем, так сказать, с того, что аппаратные методики можно разделить на три условные группы. То есть это методики форетические, то есть от слова греческого фору, перенос, это те методики, которые позволяют нам какие-то активные компоненты из препаратов вносить в глубокие слои кожи. То есть мы при помощи такой аппаратной методики увеличим окно проводимости кожи, и у нас проникают активные компоненты в зависимости, собственно, от метода на тот или иной глубокий слой. То есть либо на уровне базальной мембраны, либо в дерму задействуются пути и наименьшего сопротивления, как-то через выводные протоки сальных потовых желез, через волосяные фолликулы. А также межклеточные и через клеточные пути, то есть когда у нас между клеточками эпидермиса и дерми могут проникать компоненты активные и могут проникать через мембрану клетки. Соответственно, по методам воздействия, которые все у нас благополучно перекочевали из физиотерапии, в косметологию, мы подразделяем эти методики еще по фактору, которому мы действуем. Или это ультразвук, или это электрический ток, или это лазер, и какие-то еще варианты. Первым предлагаю смотреть ультразвук. Для того, чтобы нам воздействовать ультразвукам, нам, естественно, нужен прибор, который способен излучать эту звуковую волну. Неправильно сказать излучать, скорее генерировать, потому что это все-таки звуковые колебания, просто в неслышанном нами диапазоне. Потому что кошелоты и летучие мыши прекрасно слышат этот диапазон, а мы нет. Соответственно, мы имеем три методики с использованием ультразвука, основные. Сейчас можно сказать уже четыре, потому что появилась методика воздействия с фокусированным высокочастотным ультразвуком, как то Альтера, например, такие приборы, которые сходны под действием с аэрфлифтингом. Но мы рассмотрим самые популярные, те, которые используются уже давно и практически в каждом кабинете, в косметологическом, в салонах и клиниках присутствуют. С чего мы начинаем всегда процедуру? С очищения поверхностного и глубокого очищения. Если для поверхностного очищения мы используем просто очищающий гель, в частности, могу не похвалить наш геттековский гель. Многие из присутствующих его, естественно, уже знают и пользуются с удовольствием, потому что основной плюс его, то, что можно снимать макияж из глаз и с лица, он не считает глаза, потому что он не содержит никаких агрессивных павлов. То есть ни лауретсульфат, ни лауринсульфат не содержит. Содержит только кокоглюкозид в качестве моющей основы, прекрасно очищает лицо, не разрушает гидролепидный барьер. И, как я уже упоминала, на каком-то семинаре многие молодые мамочки-косметологи используют эти его качества, когда используют его в качестве геля для мытья своих деток. Потому что не всякий еще гель для мытья младенцев будет таким щадящим, как наш очищающий гель. Это его такие основные достоинства, на мой взгляд. После того, как мы сняли макияж и убрали загрязнение с кожи, избыточное количество поверхностно расположенного кожного сала, нам надо провести, как правило, глубокое очищение. Либо в рамках процедуры чистки, какой-то отравматической или комплексной, либо в рамках подготовки кожи к какому-то, допустим, форезу или какой-то другой манипуляции. Пусть даже к обычному классическому массажу. По-любому, допустим, те сыворотки, которые мы положим даже при обычном массаже под массажный крем, внедрятся гораздо лучше, если у нас избыточный роговой слой с эпидермиса снят при помощи вот этого предухода. И в этом предуходе мы как раз можем использовать ультразвуковой пилинг. Что такое ультразвуковой пилинг? Ультразвуковой пилинг – это использование низкочастотного ультразвука. То есть это низкочастотный ультразвук. То есть он с низкой частотой бьет, стало быть, проникает глубоко. Мы знаем, что у нас чем выше частота при воздействии ультразвуком, лазером, электрическим током, чем выше частота, тем меньше у нас уровень проникновения, глубина. Чем больше, соответственно, чем ниже частота, тем, соответственно, больше. Для ультразвукового пилинга почему используется низкочастотный ультразвук, то есть мощный такой. Потому что мы не вводим при помощи него никаких препаратов, глубоко в кожу он не проникает. И он формирует именно при воздействии на кожу, да, вот я нарисую эпидермис наш, да, там, мазальные мембраны, дерма и вот здесь кератиноциты, да, наши такие вот, которые там создают гиперкератоз, повышенный роговевший слой, да. Берется лопаточка для ультразвука и под определенным углом 35-45 градусов держится к коже. И таким образом формируется у нас поперечная ультразвуковая волна. То есть наподобие того, как мы бросаем камешек к воду, да, он там прыгает, да. Вот, и вот эта поперечная ультразвуковая волна, достаточно большой мощности, она отбивает от кожи вот эти вот роговевшие частички, предварительно разрыхленные, нанесенным на кожу каким-то дезинкрустирующим средством. К примеру, гелин для дезинкрустации, который мы перед вот этим вот ультразвуковым пилингом нанесли под пленку на 15 минут. Соответственно, мы убираем гиперкератоз, проникать у нас в очищенную кожу будут компоненты наши активные гораздо лучше после такой процедуры. И дальше мы, так сказать, ультразвуковый пилинг это условно деструктивный метод, да, то есть мы разрушаем, разрушаем вот этот вот роговевший слой, лишние кератиноциты убираем. И когда мы их убрали, мы уже можем, например, сделать фонофорез. А фонофорез, фонофорез или ультрафонофорез, правильно сказать, да, это уже высокочастотный ультразвук. Высокочастотный ультразвук на частоте 1-3 мегагерц работает, да, если низкочастотные лопаточки у нас для ультразвукового пилинга, как правило, 24-26 килогерц. То есть килогерц гораздо меньше, чем мегагерц, да. Вот. И вот эта лопаточка, да, вот я специально тут даже отсоединила от аппарата. Так, вот она. Вот она держится под углом кожи, да. Ну, нажатие у нас практически такое очень слабое идёт, когда мы работаем лопаткой, собираем вот этот гель, да. А на гель лучше побрызгать кишечкой, нанести ещё лосьон, линзинкрустация. Тогда вот эта кавитация, образование пузырьков на результате воздействия ультразвука на вот эту жидкую среду, оно будет более интенсивным. И эффект будет лучше. То есть я предпочитаю работать в качестве гель-крустанта холодного распаривания, положить кель, да, а сверху ещё кисточкой нанести потом уже лосьон. И собирать уже вот эти ороговевшие частички по лосьонам. Естественно, когда мы делаем пену, да, то есть салба сняли плёночку, да, и почистили. Если там, допустим, подразумевается процедура именно чистки, то есть комплексной, допустим, комбинированной чистки с использованием рук, ложки уна, вот, то тогда мы вот этот лоб полностью обрабатываем. Сначала таразвым луком, потом спонжиком влажным снимаем остатки геля. Можем ложкой уна удалить какую-то пустулу, можем руками выдавить какие-то комедоны. Естественно, пустулу продезинфицируем, прижмём, допустим, ватным киском с хлопоксидином, да, потом цинковой болтушечкой её подсушим. И дальше потом, когда мы закончили, грубо говоря, салбом, мы переходим на следующий участок. То есть у нас уже будет щека, а дальше щёку обработали, нос обработали, другую щёку и подбородок. Потому что если мы сразу снимем плёнку, да, и начнём обрабатывать, в то время, когда мы дойдём до подбородка, там же все поры сузятся уже, так сказать, весь эффект разрыхляющий нашего холодного гидрирования уменьшится очень сильно, да, и мы не очень качественно почистим те участки, которые мы доберёмся в последнюю очередь. Поэтому поэтапно действуем. И что же тогда после чистки, да, фонофорез? Фонофорез – это уже форетическая методика, то есть с помощью ультразвука мы внедряем определённые активные компоненты, которые в основном, конечно, проходят через выводные протоки сальных и плотовых желёз. Форез, помимо внедрения активных компонентов в кожу, ультразвук ещё обладает стимулирующими, развлокняющими такими свойствами, то есть сама терапия, да, ультразвуком, то звуковая терапия, она имеет благоприятное воздействие на эпидермис, на термо, поэтому, собственно, мы двух зайцев убиваем. Ну, а основное – это, конечно, форез. Таким образом, мы можем вводить и гиалуроновую кислоту, низкомолекулярные её фракции, можем вводить и какие-то антикуперозные препараты, и витамины, и... Причём, если витамины находятся, как бы, не в ампуле, вы купили, да, в аптеке чистый витамин, да, тот же самый чистый витамин С или ретинол, а содержатся они в биодоступной форме, да, в виде, допустим, какого-то эфира, там, антирол, полиметат и так далее, то ультразвуком они не будут разрушаться, то есть, потому что эти витамины именно предназначены для введения определёнными физическими методами. Вот, поэтому на вопрос, когда мне задают иногда, почему бы не купить там за три копейки ампулу какую-то в аптеке, на мастерию, на кожу и вводить, да, что-то. Вот, не все, к сожалению, ампулы для этого подходят. То есть, кроме того, ампулы, которые не предназначены для форезов, к примеру, как правило, они окисляются очень быстро на воздухе, и пока вы там её нанесли, пока вы процедуру сделали, уже от этого витамина, допустим, ничего не осталось, потому что все эти препараты, большинство из них, предназначены для парантерального введения, то есть, когда вы ампулу открыли, сразу набрали шприц, сразу убили, внутри мыши, внутри вены и так далее, внутри кожи. Поэтому, здесь важно, чтобы препарат, содержащий полезные вот эти ингредиенты какие-то, он был предназначен для аппаратных методик. Значит, дальше с ультразвуком, так сказать, более-менее понятно, да, то есть, мы ультразвуковый пилинг используем низкочастотный ультразвук, так как вот вопросик там замигал, а для фонофореза используем высокочастотный. Валентина спрашивает, какие аптечные ампулы подходят для фореза. На самом деле, надо смотреть, чтобы на упаковке было написано, конечно, что они подходят для форезических методик, в идеале, да, то есть, но для фонофореза лучше брать гелевые, гелевые все-таки препараты, а не жидкие в ампулах, чтобы вводить ультразвуком. Аптечные ампулы многие подходят для ионофореза, то есть, есть в физиотерапевтических справочниках целый список веществ, начиная там от алоэ вера до лидазы, да, 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 у которых указана полярность, это как раз для введения электрическим током, они подходят. Для фонофореза лучше, чтобы, допустим, те же самые витамины, те же самые экстракты растительные, они были в специально биодоступной форме в виде геля, и тогда мы их эффективно будем вводить ультразвуком. Вот. По поводу электрофореза я сейчас вам расскажу как раз. Что такое у нас электрофорез? Да, то есть, когда нам нужна полярность, плюс и минус, это методика введения, опять-таки, каких-то полезных ингредиентов в кожу при помощи электрического тока. Причем, если это ионофорез или электрофорез, по-другому он называется, или еще его называют гальванофорез, потому что используется гальванический ток, то есть ток малой силы и низкого напряжения, и тогда мы как раз можем вводить препараты, которые являются водорастворимыми обязательно, и которые при воздействии этого электрического тока постоянного будут дисцировать на ионы. То есть, для чего нам это важно знать? Для того, чтобы понимать, с какого поляса нам их вводить. В принципе, используя специализированные препараты, нам особо не надо задумываться, с какого поляса вводить, потому что это все написано на флаконе. То есть, на каждом нашем флакончике написано, с какого поляса вводить. Если с минусом, значит с минусом, как гиалуроновую кислоту. Например, если с плюсом, значит с плюсом. Если биполярные, значит сначала с минуса, потом с плюса. Если же, допустим, ампулы вы берете в аптеке те же самые, то существует общедоступный, так сказать, в интернете, можно даже найти, либо в книге физиотерапевтические справочники, где есть вот этот вот список, перечень, соответственно, лекарственных веществ уже, да, там и нестерольные противоспалительные, и лидазы, и алоэ, и любые там какие-то препараты, которые можно вводить электрическим током. И там как раз в этой табличке указано, с какого поляса их вводить. Вот. Что у нас, как получается вообще ионопорез? Да, какой. Сейчас разлук затрук. По поводу частоты поняли, да, что чем выше частота, тем менее глубокое воздействие. То есть для фореза, поэтому ультразвукового мы используем не лопатку и не обратную сторону, как некоторые нечистые на руку китайские маркетологи рекомендуют, да, одной стороной на пилинг, делаем другой, на форез, это все, да, конечно, потому что низкочастотный ультразвук для фореза не используется. Используются вот такие манипулы, они могут быть более с узким кончиком, да, для обработки, допустим, перриорбитальной зоны, каких-то труднодоступных мест, вот, либо вот такие, либо еще больше для работы по телу, которые генерируют высокочастотный ультразвук. Вот, перейдем, значит, к электрическому току. Электрический ток у нас постоянный при ионофорезе подразумевается, то есть, вот у нас идет кожа, да, и у нас есть плюс и минус. То есть, у нас есть пассивный электрод, который, собственно, у нас зажат в руке пациента. Схематически, здесь, руку пациента. Вот, электрод у нас обязательно должен в салфеточку, в несколько слоев, обернуть быть, влажную, для того, чтобы продукты электролиза не обожгли кожу. И активный электрод. Активный электрод у нас может быть в виде такой бобиночки, да, которая катается по коже, либо в виде грибочка. Ну, разные они могут быть. Форма вот этого грибочка может быть разная. Вот, как правило, тоже мы, если мы используем грибок, то удобно салфеточку надеть в резинку и закрепить влажную на сам грибочек. Да, если мы работаем бобиной, то мы кладем вот такую плана, или сами делаем, или есть готовые, мы покупаем, например, в каких-то магазинах, где одноразовая продукция продается, теплореле, вот такие вот маски с прорезями уже, да. Мы ее увлажняем, или каким-то специальным препаратом, типа тоника, да, либо просто водой, физраствором, например, или десерированной водой, и кладем на кожу, да, на которую нанесен уже препарат, который будем вводить, и по ней уже катаем вот этой вот бобиной. Для иона фореза, соответственно, ну, я могу даже слайды показывать, да, вот я на всякий случай вам покажу, что все-таки я теоретическую информацию не только вам устно передаю, да, на слайдах тоже это будет, так что не волнуйтесь, в презентации параметры будут указаны. То есть мы берем для иона фореза ток, соответственно, малой силы, низкого напряжения. Как правило, по лицу больше, там, 2,5 мА уже человеку некомфортно. Ориентируемся мы именно по ощущениям пациента, когда регулируем мощность, то есть силу тока. Потому что, если, допустим, человек ощущает уже жжение, какую-то боль, то значит нам нужно ток уменьшать. Должны быть достаточно комфортные ощущения, покалывания, такие мурашки, то есть тогда мы, соответственно, подобрали дозу силу тока правильно. Еще такой нюанс, который желательно запомнить, когда мы настраиваем прибор для использования гальванического тока, то мы его включаем только тогда, когда пассивный электрод зажат в руке у пациента, активный электрод прикоснулся к коже. Только тогда мы начинаем прибавлять мощность, а не сразу пробиваем человека, как говорится, насквозь, отрегулировав заранее и больше, чем надо. Соответственно, когда мы электрод с кожи убираем, мы убираем мощность, потом только убираем электрод. Это очень важно, потому что, когда электрод у нас от кожи, начинает отходить, плотность тока начинает уменьшаться, она как-то в одну точку, можно сказать, сужается, вот эта поверхность воздействия, и возникает пробой. То есть это может быть очень больно, неприятно. Поэтому очень важно силу тока плавненько прибавлять и убавлять, когда мы планируем оторвать электрод от кожи. Соответственно, что у нас ионофорез умеет? Он умеет вводить вот эти, как я уже говорила, водорастворимые препараты, которых, почему, откуда плюс и минус берется? В препаратах вот этих, наши активные компоненты способны диссоциировать на ионы. Соответственно, положительно заряжены, отрицательно заряжены, допустим, вода, РПО, мы все знаем, да, это реакция диссоциации воды, ЛНН положительно заряжены и ион-гидроксоне отрицательно заряжены. Соответственно, если мы имеем какой-то препарат, например, ту же самую гиалуроновую кислоту, гиалуроновая кислота, на примере ее расскажу, это натрий-гиалуронат. И, соответственно, мы имеем в формуле ионы натрия положительно заряжены и огромный такой хвост с азотными, с гидроксильными группами, отрицательно заряжены. Соответственно, мы понимаем, что отрицательно заряженных ионов в растворе в препарате будет больше, поэтому будем мы вводить его с соответствующего полюса, то есть тоже с отрицательного. Как мы вводим препараты? То есть, если у нас в препарате преобладают отрицательно заряженные ионы, мы его вводим с одноименного полюса, с отрицательного тоже. Если положительный, с положительного. Как это происходит? Как это объяснить? Когда мы имеем в препарате, нанесенном на коже, большинство ионов отрицательных, нам нужно, чтобы они проникали глубоко. Когда мы ставим заряд одноименный на нашу панипулу активную, а, соответственно, пассивный у нас будет положенный заряд, то, как мы помним, батареечки, если взять две, или пиралозик икеевский, которым магнитики ставим, плюс с минусом притягиваются, а, допустим, минус с минусом или плюс с плюсом отталкиваются, соответственно, здесь у нас минус и минус будет отталкиваться, попадать, соответственно, в глубокие слои кожи. То есть мы его туда проталкиваем. Вот этот препарат, который преобладает в результате реакция диссоциации, электролиза, вот эти вот отрицательные заряженные частички. Соответственно, если здесь будет положительных заряженных частичек больше, то мы меняем полярность наших электродов. Если же у нас введение идет биполярное, то есть приблизительно одинаковое количество заряженных, плюс и минус, ионок у нас растворим в нашем лифгеле, то мы тогда используем биполярную методику введения. То есть 5 или 10 минут мы работаем сначала с минуса, а потом 5 или 10 минут, ну, зависит от того, только лицо или, допустим, лицо шеи ДКТ обрабатываем. Работаем с плюса. Почему такой порядок, сначала с минусом, потом с плюсом? Потому что здесь учитываются свойства именно самого электрического тока и его воздействия на биологическую ткань. То есть когда мы работаем с минусом, соответственно, у нас поверхность кожи активизируется, как говорится, и микроциркуляция, сосуды расширяются, поры расширяются, немножко сдвигаются по аж в врачную сторону. И, соответственно, нервное окончание поверхностной рецепторы возбуждается. А потом мы работаем с плюсом, ну, параллельно загоняем туда, как говорится, эти наши йоги. Вот. Когда мы работаем с плюсом, соответственно, кожа успокаивается, сосудики сужаются, поры сужаются, ПАЖ снижается обратно в кислую сторону, нервное окончание тоже успокаивается, раздражение их проходит. И, собственно, мы таким образом, поэтому мы вот такой порядок используем, минус и плюс. Такой же порядок у нас, к слову сказать, используется в процедуре гальмонической дезинкрустации. То есть с йонофорезом все понятно? То есть если есть какие-то вопросы, сразу задавайте по поводу йонофореза. Понятно ли, с какого полюса мы вводим, почему, да, с такого имена, а не с другого. А еще такой акцент сделаю на том, какие бывают разные аппараты, да. На некоторых аппаратах, вот типа наших, на которых мы показываем наш мастер-класс, это МПЛЦ, техника Мустанги, ну, многие знают их. Там, в принципе, можно самому многие параметры регулировать, в том числе плюс-минус, одна кнопка и меняется, то есть не надо перетыкать электроды и так далее. Вот, если у вас, допустим, какое-то оборудование другое, да, там, зачастую китайские приборы комбайны, они бывают немножечко по-другому сделаны. Либо там нужно перетыкать электроды, чтобы поменять полярность, то есть гнезда, да, менять местами. Либо там возможность есть поменять полярность только на активном электроде. Вот, соответственно, если мы меняем полярность только на активном электроде, это подразумевается, что пассивный электрод становится противоположного заряда. То есть, так, в чем отличие плюс и минус первых двух порезов? Какой глубже? Значит, Валентина спросила, в чем отличие работы с плюсом, я так поняла, да, и с минусом. Какой глубже вводит? Здесь не глубина зависит от плюса и минуса, а зависит от количества, так сказать, введенного препарата, можно сказать. То есть, если мы вводим препарат, в котором преобладают положительно заряженные частички, с плюса, естественно, этого препарата, этих компонентов войдет в кожу больше. Если глубина будет приблизительно одна и та же, то есть при ионофорезе мы достигаем максимума концентрации на уровне базальной мембраны эпидермиса, и частично в дерму у нас попадают препараты, собственно, где депонируются на некоторое время. А, разница между ультразвуком и ионофорезом. Все, я поняла вопрос. По глубине приблизительно одинаково получается. Просто при воздействии электрическим током у нас... Убежал бы фломастер. При воздействии электрическим током мы некоторые препараты, допустим, предпочтительнее вводить их, например, электрическим током, какие-то, допустим, жиростворимые витамины и так далее, предпочтительнее вводить, например, ультразвуком. В принципе, по силе воздействия будет приблизительно одно и то же. И по глубине мы, как говорится, глубже дермы, все равно не зайдем. И, собственно, максимум все равно будет у нас вещественные дрятся в эпидермис. Что касается, когда предпочтительнее развуку, когда ионофорез, мы смотрим еще какие... Ну, соответственно, противопоказания, разумеется, смотрим. О них я потом останавливаюсь поподробнее. К ультразвуку гораздо меньше противопоказаний, просто чем к электрическому току. И смотрим, допустим, какие нам нужны еще дополнительные, так сказать, эффекты получить. То есть ультразвук, как мы помним, да, стимулирующее воздействие на клетки, развлокняющее действие, то есть такое как бы улучшение эластичности кожи. На рубцы очень хорошо воздействует ультразвуком, потому что повышение эластичности ткани рубцов, например, при ультразвуковой терапии, это давно, как говорится, известная манипуляция с физиотерапией. Вот. После воздействия ультразвуком рубцы становятся мягче эластичнее. То есть это как бы используется. Вот. А здесь, в общем, в целом на кожу мы влияем. Если нам нужно как бы активизировать микроциркуляцию резко, как бы такое воздействие больше на сосуды получить, помимо самого фореза, да, то, в принципе, можем как раз предпочесть электрофорез. Вот. Ну, чаще всего, конечно, как это происходит на практике, какой есть у косметолога прибор, да, каким он любит больше работать, собственно, тем и работает. То есть кому-то удобнее и проще ультразвук использовать и не задумываться о большом количестве противопоказаний. Вот. Кому-то проще электрический ток, потому что у него есть этот прибор. Он, допустим, часто делает микротоковую терапию для того, чтобы улучшить микроциркуляцию, эффект лифтинга получить, да, женщина. Вот. А кроме того, приборы для микротоков, как правило, еще и имеют функцию гальваники. Ну, и, соответственно, он тогда уже, чтобы не менять в течение одной процедуры, допустим, или просто не покупать еще один прибор в кабинет, он использует электрический ток. Наверное, ответила, да, на вопрос. Вот. Что у нас еще умеет гальванический ток, да? И можно делать дезинкрустацию. Когда мы делаем дезинкрустацию, мы, естественно, наносим на кожу тот раствор, который будет способствовать омылению жиров. И это щелочь, правильно? То есть это щелочной раствор. Мы гель для дезинкрустации, который содержит у нас калию АЖ, наносим в качестве, допустим, холодного детрирования. Потом выполняем процедуру гальванической дезинкрустации. Гальваническая дезинкрустация у нас к деструктивным методам, да, относится. То есть тоже убирает с кожи что-то лишнее. А что именно, да, кожное сало. Как это происходит? Кто увлекался, может быть, когда-нибудь домашним мыловарением, прекрасно знает эту реакцию, когда мы щелочь соединяем с жиром и на выходе получаем мыло. Соответственно, если это калий у АЖ у нас сейчас, это реакция, получаем жидкое мыло, натуре у АЖ, получаем твердое мыло. Собственно, эту реакцию мы и производим на коже. Для того, чтобы в порох накопленное кожное сало достаточно глубоко провести вот эту реакцию омыления при помощи электрического тока, да, гальванического, а потом вот это все с кожи спыть, убрать. То есть таким образом мы можем убрать избыток кожного сала, таким образом мы можем профилактику возникновения черных точек осуществлять. Сразу могу сказать, две процедуры, вот эти ультразвуковой пилинг и гальваническая дезинкрустация, они все-таки не полностью взаимозаменяемы, потому что все-таки у нас ультразвуковой пилинг это больше направленная процедура на ликвидацию гиперкератоза, а, соответственно, гальваническая дезинкрустация это уже все-таки процедура направленная на омыление кожного сала, ликвидация избытка кожного сала с кожи. Как происходит процедура гальванической дезинкрустации? Сначала мы 7 минут воздействуем по вот этому щелочному раствору, а наш грибочек, да, грубо говоря, пропитан еще и лосьоном для дезинкрустации, тоже щелочным, либо у нас лежит салфеточка такая на лице, которую он показывал вначале, и мы активным электродом в виде валика по ней вводим, то есть мы производим реакцию кожного сала, да, то есть триглицилидов кожного сала, жира с нашей щелочным раствором. Потом 7 минут мы обработаем все лицом, смываем с кожи все вот эти вот продукты омыления, меняем полярность в зависимости от вашего прибора, либо одной кнопкой, либо перетыкаем электроды, либо на активном электроде ставим плюс, и еще 2 минуты, то есть это второй этап у нас, первый этап грибочек дезинкрустации, это второй. Вот, и 2 минуты, 2 минутки мы обрабатываем по чистой воде, то есть у нас салфеточка новая появляется, которая просто дистиллированной или бутилированной водичкой смочена, и обрабатываем мы лицо по чистой воде для того, чтобы, как я уже говорила, у нас кальванический ток различные эффекты оказывает на биологическую ткань, и соответственно расширенные поры, да, они должны сузиться, pH должно снизиться обратно, да, в кислую сторону, только слабокислый pH в норме, 4,5-5,5, да, у нас pH кожи, вот, может кожа сопротивляться и микробам и так далее, да, защитные свои функции выполнять, если защелачивается, соответственно, возникает воспаление и все прочее. Вот, таким образом, гальваническая дезинкрустация у нас производится 7 минут с минуса и 2 минуты с плюса по чистой воде. С минуса работаем по щелочному раствору, это гель для дезинкрустации и лосьон для дезинкрустации, 2 минуточки потом работаем по чистой воде, ну, еще раз все смываем, тонизируем кожу, и дальше мы можем уже приступить к какому-то еще, допустим, активному этапу, да, что-нибудь внедрить тем же самым электрическим током. Вот, дальше я, как бы, еще упомяну сразу, чтобы уж раз с ультразвуком мы уже почти закончили, да, что есть такая процедура ультразвуковой кавитации. Вот, ультразвуковая кавитация – это тоже деструктивная методика, которая используется в основном для работы по телу, для того, чтобы разрушить жировые клетки. Сразу скажу такой нюанс, ультразвуковая кавитация должна использоваться не в программах похудения, а только в программах, когда вес уже значительно снижен, но остались жировые ловушки, из которых жир не уходит устойчиво. Так вот, для ликвидации вот этих жировых ловушек, которые, как правило, возникают в области галифе, в области трицепса на руках, да, у женщин, там, допустим, нижняя часть живота, складочка бывает, которая очень тяжело уходит. Вот такие жировые ловушки мы, собственно, разрушаем тоже низкочастотным ультразвуком, там где-то 36-40 кГц идет частота. Соответственно, работаем манипулой, она похожа, как говорится, на манипулу для фолифореза, но больше размерная. Вот, работаем обязательно параллельно туловищу, как бы, да, параллельно внутренним органам, если это в области, допустим, малого таза происходит воздействие, чтобы не воздействовать на внутренние органы, на нижележащие структуры, потому что мы помним, что низкочастотный ультразвук у него большая глубина проникновения, то есть он может, там, вплоть до 10-15 сантиметров оказывать такое воздействие, и поэтому, чтобы нам, как говорится, не разрушить то, что лежит ниже, чем подкожно-жирная клетчатка, мы берем складку кожи, работаем только параллельно к телу, чтобы только на жир. Действует, соответственно, при процедуре ультразвуковой кавитации пациент должен не иметь проблем с печенью, потому что весь этот жир, который мы из разрушенных адипоцитов, вот жировых клеток получим, он будет выводиться, он будет эмульгироваться и выводиться через что? Через печень. Соответственно, повышенная будет нагрузка на гепатоциты, на клетки печени. Поэтому, если есть сомнения какие-то в функции печени, значит, надо биохимический анализ крови посоветовать сдать, посмотреть трансаминазы, посмотреть, нет ли каких-то противопоказаний к этой процедуре с этой стороны. Кроме того, пациент должен обязательно соблюдать питьевой режим, то есть это минимум 2,5 литра чистой воды, не считая кофе, чая, супа, в сутки, хотя бы за неделю до первой процедуры начинать и в течение всего курса. Должен быть такой питьевой режим, плюс должна быть низкокалорийная диета, потому что повышена опять-таки нагрузка на печень, если он еще и будет жирный и все такое кушать, то печень его может не справиться. И кроме того, профилактически часто назначаем все-таки гепатопротекторы, когда идет курс ультрузаковой кавитации, то есть всякие эссенциалии, изолюты и тому подобное, для того, чтобы поддержать активность гепатоцитов, чтобы не очень им было тяжело и трудно этот весь жир перерабатывать. Так вот, значит, про ионофорез мы с вами поговорили, ультразвуковые методы 3 мы рассмотрели. Что же у нас еще электрический ток умеет, помимо ионофореза? Он умеет еще осуществлять электропорацию, которая, как правило, красиво называется безинъекционная мезотерапия или, допустим, какая-нибудь биоритализация безинъекционная. Можно по-разному красиво назвать, но суть не меняется. Это электропорация. Электропорация – это воздействие током, среднечастотным модулированным, то есть это импульсный ток достаточно сложной структуры, формы этого у него. Почему это важно? Потому что, во-первых, плюс-минус нам не важен, мы можем гораздо большее количество препаратов вводить при помощи электропорации. Учитывая то, что при помощи электропорации немножко другой механизм проникновения, то есть не в основном через выводные протоки, сальных и потовых желез, а все-таки через клеточный путь у нас мембрана клетки перестраивается, то есть вот эти головки, хвостики, которые перестраиваются и открывают такую пору, аквапору в мембране клетки. И в момент удара тока, вот этого прихватывания, когда мы чувствуем, внедряются как раз активные компоненты прямо проникают через клеточку. То есть мы задействуем и межклеточные, и через клеточные пути проникновения. И, соответственно, можем достаточно крупные, достаточно сложные какие-то компоненты вводить, то есть это могут быть и пептиды, и нуклеотиды, и гиалуроновая кислота, вплоть до 40 кгт, размер вот этой молекулы может быть. То есть большой окно проводимости у методики. Соответственно, почему важно знать, что достаточно сложная структура тока и так далее. Потому что когда вам ушлый китайский производитель будет продавать прибор для ионофореза и говорить, что это электропорация, то надо заподозрить обман, если этот прибор стоит слишком дешево. Потому что все-таки микросхемы, которые модулируют вот эти сложные импульсные токи, эти приборы, они не могут стоить очень дешево. Это во-первых. Во-вторых, ну, как, собственно, достаточно легко проверить электропорацию перед вами или гальваника. Когда мы делаем гальванику, то есть ионофорез, у нас появляется металлический припус во рту. А почему происходит это? Потому что у нас вода, а препарат, собственно, как правило, процентов на 90-е в возле степени воды начинает диссоциировать на ионы водорода и ионы гидроксонии. Вот этот ион водорода, он не дает вот этот электрический привкус во рту. Соответственно, если мы делаем электропорацию, электрический привкус появляться не должен, потому что это импульсные токи, ничего у нас никуда не диссоциирует, задействуется совсем другой механизм. Вот, это такая вот мужская хитрость. Вот это сложный вопрос, Виктория, посоветовать аппарат для электропорации приемлемой на ценовой категории. Мы ждем, пока НПЛЦ-техника созвелит, так сказать, сделать какой-нибудь мустанг свой с функцией электропорации. Они уже как бы давно обещают, ведут разработки на эту тему. Им-то мы, наверное, и поверили бы. Вот, есть, конечно, приборы фирмы БТЛ и так далее, которые, собственно, как правило, для частного косметолога неприемлемой на ценовой категории, вот как вы называете, потому что они очень дорогие. Поэтому сложно что-то посоветовать. Среди приборов китайских, скажем так, но-нейм, очень трудно что-то выбрать, потому что все они, как правило, не зарегистрированы в Российской Федерации, соответственно, никаких проверок не производят. Какие там параметры заложил производитель, это, как говорится, одному ему и известно. Поэтому, прямо вот, чтобы посоветовать аппарат, я не рискну, как говорится, ну, за исключением тех фирм, которые, как говорится, я перечислил, то есть, например, БТЛ, но, к сожалению, эти аппараты уже дорогие. Так что, вот, ждем, может быть, что-то нам НПЛЦ-шники наши. Соберут такое качественное и приемлемое по цене. Потому что, по крайней мере, их приборы, физиомелты. Вот нет, вот 50-60 тысяч, нормальный прибор для интерпорации вряд ли найдете. Это я точно могу сказать. Вот, я надеюсь, что в такой ценовой категории, до 100 тысяч, может быть, вот будет что-то в Мустанге. Вот, но пока в Мустангах есть только гальваника и микротоки. Ну, то, что нам нужно, помимо остальных функций, которые в физиотерапии используются. Лазерные очень хорошие, как бы, варианты у них. Но вот интерпорация пока не разродилась на нее, к сожалению, будем ждать. Вот. И, значит, по поводу, сейчас вернусь к слайду, да, к тому, где я все эти методики расписала, да. Вот интерпорация, да. Интерпорация – это тоже электрический ток, но уже импульсный, сложно модулированный. Есть еще среди форетических методик лазер. Да, ну, лазерная терапия, я имею в виду низкоинтенсивные лазеры, то есть терапевтические, они умеют и стимулировать, и оказывать форез. То есть лазер и форез можно отнести с одинаковой, как говорится, степенью и к форетическим, и к стимулирующим методикам. Лазер и форез у нас, соответственно, и лазерная терапия сама, обладает и форетичными свойствами, да, форетичными, то есть она повышает биодоступность тех веществ, которые мы наносим на кожу, да, и повышает окноупроводимость кожи. Вот, а кроме того, сами лазеры, то есть лазерное излучение, оказывают стимулирующее воздействие на все клеточки, на все, как говорится, структуры, на которые это излучение попадает, да, то есть энергия лазера, она очень большая, да, очень сильная. Соответственно, у нас стимулируются клетки эпидермиса, клетки дерма, то есть фибробласты, которые вырабатывают коллаген и ластин, улучшается микроциркуляция, причем не только за счет того, что сосуды расширяются, а еще за счет того, что клетки, которые в сосудистой стенке, да, эндотелия сосуду стимулируется, возникает такое явление, как образование новых капилляров, да, то есть неокапиллярогенез, ну, наподобие того, как мы мышцу, когда качаем в спортзале, да, у нас новые сосудики туда прорастают, вот, или когда мы удаляем, допустим, варикозную вену хирургическим путем, и, собственно, начинают прорастать новые коллатерали, да, чтобы шемили ткани не было. Вот также, собственно, лазер воздействует стимулирующе. Активизируются все обменные реакции в тканях, то есть каждый клетчик начинает делиться быстрее, соответственно, за свой цикл развития вырабатывает больше АТФ, то есть админезин трифосфата, ну, как говорится, бензина нашего, да, для всех наших биохимических реакций, вот, ну, и, собственно, лазер еще оказывает ФРС, поэтому к тем, кто и другой группе, да, относится. Теперь пойдем к стимулирующим процедурам, да, стимулирующей процедуры, ну, очень часто в кабинете косметологов используют микротоковую терапию. Микротоковая терапия – это у нас воздействие подпороговыми нейроподобными очень слабенькими токами, то есть в микроамперном диапазоне, то есть если мы ее на ФРС делали, да, или, допустим, ее стимуляцию мы делали уже в миллиамперном диапазоне, да, то есть когда чувствуется ток, при микротоковой терапии в норме ток чувствоваться не должен пациентам, то есть идет именно подпороговое воздействие, которое похоже на те сигналы, которые, собственно, наша нервная система посылает к сосудам, к мышцам, вот. Соответственно, для микротоковой терапии нам нужна обязательно влажная среда, то есть нужен гель, так как процедура у нас длится долго, гель желательно, чтобы содержал массу каких-то полезных компонентов, потому что он будет все 40-45 минут лежать в виде маски на коже, да, фактически воздействовать, а, собственно, так как мы все равно имеем эффект, да, расширение сосудов, какое-то стимулирующее воздействие, то есть окно проводимости у нас немножечко кожа снижается, то есть учитывая то, что микротоки это не форез, да, то мы, например, не будем прицельно, допустим, гиалуроновую кислоту использовать, да, микротоковую терапию. Мы можем, конечно, сделать по гель-концентрату микротоковую терапию с низкомолекулярной гиалуроновой кислотой, но это будет не очень целесообразно, потому что именно внедряющими способностями такими специфическими, форетическими, да, микротоковой терапии не обладает, это стимуляция, вот, но, естественно, биодоступность каких-то нанесенных на кожу компонентов, она будет выше, потому что сосуды, опять-таки, расширяются, как я уже говорила, и так далее, да, и клеточки, соответственно, окно проводимости, да, будет у нас расширяться, да, при микротоковой терапии в процессе процедуры. Поэтому я предлагаю всегда для микротоковой терапии брать либо тонизирующий гель, гель тонизирующий, который содержит комплекс витаминов А, С и Е, биодоступный, опять-таки, в форме, да, вот, содержит соль рапан, которая очень хороша, как лимфодренаж, как рассасывающее действие, оказывающий компонент, и, когда, допустим, есть элементы постакна, какие-то застойные пятна, очень хорошо вот тонизирующий гель использовать даже в домашнем уходе, да, ну, кроме того, естественно, высокомолекулярную биороновую кислоту он содержит, для того, чтобы обеспечивать поверхностное увлажнение. Вот, делаем либо по тонизирующему микротоке, либо делаем, если атоничная кожа с выраженной ишемией, с какими-то сосудистыми уже, проявлениями негативными, то есть розация начальной стадии, купероз, то можем взять гель для сухой нормальной кожи Нео, который содержит дегидроклерцитин, который содержит, допустим, комплекс экстрактов тоже, в который входят венотоники, как, например, арника, да и стимулирующие всякие экстракты, там, плющ, бузина, постельница, огурец, то есть такие вот активные компоненты, то есть можем по нему делать микротокеотерапию, кроме того, гель пектиновый хорошо подходит, потому что он также как тонизирующий гель содержит соль рапан, и соль рапан, помимо того, что своим эффектом обладает, да, рассасывающим мифодренажным, она еще и повышает электропроводность самого геля, потому что она соль, вот, а соль, как известно, электропроводность среды повышает, поэтому вот гель пектиновый, гель тонизирующий, гель Нео для сухой нормальной кожи, это такие, можно сказать, препараты выбора для проведения микротоковой терапии. Соответственно, воздействуем мы по определенным схемам, да, то есть какие-то мышцы, находящиеся в гипертонусе, мы расслабляем, да, какие-то, которые там в гипертонусе, мы должны тонизировать, то есть мы там используем различные техники, слайд-техника, кроп-техника, ну, то есть это уже, когда саму процедуру мы рассматриваем, да, показываем, это вот подробно у нас такая информация на очных семинарах есть, именно по микротоковой терапии. Ближайший, кстати, будет в этом месяце, сейчас скажу, когда, 27-го числа, так что если кто-то в Москве и хочет освоить микротоковую терапию, у нас будет бесплатный семинар на эту тему. Что у нас умеют микротоки, да, микротоки у нас умеют стимулировать дерму за счет как раз улучшения микроциркуляции лимфотока, и микротоки умеют стимулировать, то есть либо расслаблять, либо тонизировать мышцы путем воздействия не на саму мышцу, как электромиостимуляция, да, то есть они не вызывают, видимо, сокращение мышц, а именно путем воздействия на рецепторы. Рецепторы эти находятся на месте, сейчас, на месте соединения сухожилия с мышечным волокном, да, то есть мы так представим себе, мышечное волокно, и вот на сухожилии, здесь у нас находится вот этот вот так называемый рецепторный орган Ольджи. Вот, и рецепторный орган Ольджи, это как раз тот комплекс рецепторов, который в норме реагирует на перенапряжение мышцы, то есть когда мы хватаем рукой чемодан, а он оказывается слишком тяжелый для нас, и мышца бы порвалась, да, если бы мы его все-таки подняли, срабатывают эти рецепторы, и мы отпускаем этот чемодан, падает, но мышца не рвется. Вот, и микротоки обладают воздействие именно как раз на вот этот вот рецепторный орган Ольджи, при этом мы можем мягко стимулировать, либо расслаблять мышцы, да, то есть для этого мы, если хотим стимулировать волокна, мы зажимаем их манипулами поперек волокна, да, если мы хотим расслаблять, мы работаем вдоль, соответственно, мышечного волокна, поэтому мы должны делать микротоковую терапию, знать всю топографию, как говорится, мышц нашего лица. Вот, использовать лучше всего стандартную манипулу для микротоковой терапии под ватные палочки, да, вставляем сюда ватные палочки, чтобы само вот этот увлажненный кончик, вот этот обмотанный ватой, чтобы касался металла, не должны торчать. Вот, все эти рекламные моменты по поводу картонных палочек, того всего, что только наши палочки подходят под ваши аппараты, это все, конечно, ерунда, берем обычные палочки, обрезаем, засовываем, да, они должны быть постоянно влажные, это основной момент. Вот, что касается микротоковой терапии, соответственно, очень хорошо использовать в экспресс-процедурах, так сказать, для такого, для лифтинга, для лифтингового эффекта, для улучшения свежего такого появления цвета лица, потому что микроциркуляция хорошо улучшается. Кроме того, можем делать микротоковую терапию курсом, для того, чтобы эффект был более стойкий. Курс всегда будет состоять, как классическая физиотерапия, из 8-10 процедур с интервалом в 1-3 дня. То есть мы делаем эти процедуры либо каждый день, либо через день, либо через 2 на 3. Вот, что касается микротоковой терапии. Если по микротокам есть какие-то вопросы, задавайте. Дальше у нас воздействие, стимулирующее электрическим током, это электроминостимуляция. Электроминостимуляция это у нас методика, которая используется уже миллиамперный диапазон, то есть мы уже сокращение мышц наблюдаем, то есть либо там неполные, либо полные. По телу, как правило, мы больше силы тока используем, до максимально терпимых, как говорится, ощущений, когда прям мышц сокращается на лице, силы тока меньше. Вот, и, соответственно, мы не добиваемся каких-то неприятных ощущений, но могут быть видимые сокращения и может быть такое покалывание, пощипывание, ну, достаточно ощутимое. Соответственно, используется, как правило, в процедурах электроминостимуляции, например, по лицу, когда мы используем процедуру миолифт, прямоугольная или трапециевидная форма тока. При этом прямоугольный ток обладает стимулирующим воздействием, таким, а трапециевидная форма тока, она больше на расслабление. Работает курс, процедура опять-таки может достигать до 25, когда нам какую-то мышцу надо накачать, особенно по телу, когда работаем. Вот, с интервалом тоже в 1-3 дня и не более 15-20 минут на одну группу мышц. Соответственно, по лицу, когда работаем, у нас процедура больше 20 минут, как правило, не длится. В отличие от микротоков, которые длятся порядка 45 минут, мы делаем сначала стимуляцию микротоковую, то есть легкий лимфодренаж, тоже правильно происходит, потом, собственно, сама процедура микротокового воздействия с расслаблением тех мышц, которые в гипертонусе, и с тонизацией тех, которые в гипертонусе. И дальше у нас идет микротоковый лимфодренаж обязательно. То есть по ходу лимфатических сосудов мы работаем тоже микротоковыми манипулами для того, чтобы у нас, собственно, лимфа прокачалась. Вот. Еще к стимулирующим методикам достаточно известным относится RF-лифтинг. RF-лифтинг – это такая процедура, при которой используется электрический ток, переменный ток, различные частоты, то есть аппараты разные, есть которые от достаточно низких частот, на 401 МГц, до 6 МГц аппаратов. Соответственно, курс здесь зависит в основном от мощности и частоты аппаратов, то есть от параметров заложенных. Поэтому, если мы берем, допустим, какие-то аппараты, скажем так, до 1 МГц частотой работающих и такого среднего ценового диапазона, как правило, там биполяры, мультиполяры, как правило, это будет от 4 до 12 процедур с интервалом 10 дней в среднем. Вот. Если это аппараты более мощные и работающие на частоте 4-6 МГц, например, 4-х МГц аппарат, там сургитрон, который называется ПВВ, то там достаточно, грубо говоря, двух процедур с интервалом 3 недели, чтобы получить вот этот видимый эффект. То есть здесь уже от аппарата зависит. Какой эффект мы хотим получить, да? Есть нюансы при применении эрфлифтинга. Когда мы воздействуем вот этим вот электрическим током, который на радиовольне практически работает, мы нагреваем эпидермис. Впроме того, что мы его нагреваем, мы еще меняем мембранный потенциал клетки. Вот. И, соответственно, поэтому у нас происходит вот это стимулирующее воздействие. Как оно происходит? Вот у нас кожевая базальная мембрана, дерма. В дерме у нас структурные белки кожи, коллаген и властин. Вот. Дальше у нас подкожно-жировая клетчатка, ну и мышечная ткань. Вот. Когда воздействуем мы вот этим электрическим током, эпидермис у нас имеет меньшее сопротивление ему, то есть пропускает его легче, нежели дерма и подкожно-жировая клетчатка. Потому что дерма и подкожно-жировая клетчатка имеют много воды в своем составе, а электрический ток, этот он имеет с раствором, так сказать, к воде. Вот. Поэтому начинают они его задерживать. Более того, начинают его, можно сказать, отталкивать. подкожно-жировая клетчатка, она практически не пропускает его через себя. И основная энергия электрического тока, она собирается посередине, между эпидермисом и подкожно-жировой клетчаткой. Собственно, в дерме. нам туда и надо, как говорится, потому что здесь структурные белки кожи находятся, и поэтому мы будем на них воздействовать. Вот такая повышенная температура плюс активное воздействие вот этой частоты электрического тока на дерму способствует тому, что у нас она нагревается, во-первых, и вот эти структурные белки они начинают всорачиваться, то есть неполная денатурация происходит. При этом, так как эпидермис, как я уже сказала, пропускает электрический ток лучше, то есть он сильно не нагревается, поэтому когда мы нагреваем эпидермис до 42, максимум 43, лучше до 43 не доводить даже, градусов цельсия, измеряем обязательно термометром, или у нас встроенных прибор может быть термометр, постоянно измеряем на правой процедуру и постоянно измеряем температуру, то у нас уже дерма нагревается до 50-53 градусов цельсия. Соответственно, если мы до 60 и выше нагреем, как раньше была процедура термаж такая, то у нас яичко сварится, то есть у нас белки разрушатся, полностью свернутся, и собственно мы получим подкожный рубец. поэтому сейчас используются приборы, которые больше 53 градусов дерма не греют, для того, чтобы у нас произошла неполная денатурация этих структурных белков, кроме того, так как идет воздействие на клетки, то есть активизирующие их, изменение мембранного потенциала и так далее, то вот эти клеточки фибробласты, которые вырабатывают коллагеновости, начинают вырабатывать новые структурные белки. Соответственно, у нас отсроченный эффект мы имеем в прерыв лифтинге, эффект отсроченный, то есть через 2-3 месяца будет максимальный возможный эффект после процедуры, и выглядит он как подтяжка кожи, то есть лифтинг, на счет того, что образовались новые структурные белки, а старые чуть-чуть денатурировались, не полностью, какие-то естественно разрушаются. И в этом-то нюанс, который надо обязательно учитывать, когда вы назначаете пациенту процедуру рефлифтинга, потому что у нас, допустим, кому лучше назначать процедуру рефлифтинга? Во-первых, есть возрастной какой-то потенциал, то есть идеальный пациент для рефлифтинга это пациент от 40 до 55 лет, условно говоря. Кроме того, обязательно нужно выяснять у пациента в процессе сбора анаблеза, как у него заживают раны, нет ли у него склонности к килоидным рубцам, то есть выяснить максимальную состоятельность его средительной ткани, то есть функцию фибробластов его предположить, потому что если у него фибробласты работают плохо, то есть он плохо заживает раны, почему диалетика нельзя делать эти процедуры, у пациента есть склонность к килоидным рубцам и так далее, это лучше рефлифтинг им не делать, потому что как говорится старый коллагеновый астин разрушен, мы наш новый мир разрушим, как песня пелась, не построим ничего вместо него, потому что не с чем будет строить, потому что после 55-60 лет уже потенциал ресурсов фибробластов снижается значительно по сравнению с 45-25, поэтому есть шанс, что мало выработается вот этих структурных белков после такой процедуры, а старый мы разрушим, и получится, что эффект после процедуры, может быть хуже, как говорится, чем было до, но чтобы этого избежать, мы должны все-таки определенные возрастные ограничения для этой процедуры для себя поставить, и тщательно собирать анамнез, чтобы быть уверенным в состоятельности фибробластов данного клиента, его соединительной ткани, соответственно, чтобы мы знали, что скорее всего фибробласты выработают достаточное количество структурных белков новых, молодых, поэтому кожа подтянется. Здесь ясен этот момент, если вдруг какие-то вопросы, не стесняйтесь, задавайте обязательно, потому что такая система сложная, объемная, сложно неполные два часа уместить, как говорится, все это, но я пытаюсь. Значит, греем не выше 42 градусов, соответственно, дерма у нас нагревается не выше 53, есть аппараты, которые греют еще меньше, при этом используя более высокую частоту, как правило, 6-мегагерцовую, и при этом больше воздействия идет именно на потенциал клеток, нежели на разрушение неполной дентурацию существующих белков, как при нагреве интенсивном. Соответственно, упомянула я уже про всякие конструкции, биполярные, монополярные и так далее. Монополярная конструкция РФ-аппарата, это когда у нас есть антенна, то есть пассивный электрод и есть активный. Соответственно, у нас идет нагрев достаточно глубокий, очень надо внимательно контролировать температуру, но эти аппараты, как правило, по эффективности зачастую превосходят аналоги биполярных и мультиполярных конструкций, но здесь такая тема скользкая, потому что все-таки качество аппарата еще зависит от параметров и от производителя самого, какие там используются вообще комплектующие, какие там используются сами электроды и так далее, то есть нельзя сказать, что допустим монополяр лучше, чем гиполяр, или наоборот. Здесь немножечко разница именно в том, что здесь мы можем более глубоко воздействовать при использовании монополярной технологии, но все равно у нас электрический ток, он по-любому пойдет не напрямую, как говорится, если у нас под копой лежит электрод, туда прям пойдет он, электрический ток, он все равно по пути наименьшее сопротивление будет распространяться вот в тех структурах, которые обладают большим сродством к этому электрическому току, то есть в дерме в той же самой, под кой же клетчатки он и будет проходить. Биполярная конструкция, там нет пассивного электрода, есть два электрода встроенные в манипулу, соответственно у нас глубина проникновения, проще ее вычислить, равна половине расстояния между этими электродами. Как правило, такие биполярные конструкции более безопасны, можно так сказать, да, условно. Иногда их используют, например, когда нужно большую мощность дать, допустим, при работе по телу, но не рисковать, что глубже, чем надо, это все проникнуть и сильно не перегреется, то есть в принципе суть в том, что оба электрода заключены в одну манипулу. Что такое мультиполярная конструкция, это когда это та же самая биполярная, только этих пар электродов несколько, они включаются поочередно. Поэтому, как бы, можно сказать, чуть более продвинутая биполярная конструкция, при которой обрабатывается поверхность быстрее, скажем так, благодаря этому. Что такое игольчатый фракционный радиолифсинг? Это когда у нас есть иголочки, которые протыкают кожу, попадают в дерму, и у нас либо они заизолированы, вот как здесь справа, и нагрев происходит только внизу, на самом глубоком уровне, стимулирует функцию фибробластов, да, и дает такое, так сказать, контролированное повреждение кожи, потому что все-таки иголки, инвазильные мешаются, либо по всей длине, то есть повреждения здесь больше, и эффект литинга происходит еще за счет того, что здоровая ткань, которая между вот этими иголочками, так сказать, осталась, да, неповрежденная, она начинает усиленно регенерировать, замещает вот эту поврежденную ткань, и кожа подтягивается. Когда у нас комбинируется эротехнология с вакуумом, например, да, то просто мы, ну, как правило, тоже наподобие биполярного воздействия, вакуумом втягивается, допустим, складка кожи, да, и идет воздействие именно в области этой складки, ну, как бы, есть и такие аппараты. Это что касается РФ. Кроме, как говорится, если вернуться к самому начальному нашему слайду, да, кроме тех методик, которые, про которые мы сейчас подробненько поговорили, к стимулирующим еще относятся механические методики, механо-вакуумные, то есть это вакуумный массаж, соответственно, массаж вакуумно-роликовый, под который мы тоже можем использовать, должны использовать гели, да, какая есть разница, например, есть LPG, да, есть вакуумно-роликовый массаж, типа Динавак, Старвак, и тому подобное. Разница в том, что у нас, почему мы под Старвак, Динавак, и тому подобное используем гели, да, и это даже хорошо, потому что мы параллельно еще воздействуем активными компонентами, антицеллюлитными, да, если берем антицеллюлитную серию, или там, допустим, в гелио-карапан есть соль-рапан в большом количестве, которые и противовоспалительным еще действием обладают, и так далее. Вот рассасывающий, лимфодренаж, да, это очень хорошее. Можем использовать под именно депассивный ролик, под те методики Старвак, и Навак, к примеру, да. Если мы берем методику LPG, разница в том, что там такой же, как говорится, даже манипула вакуумная, такой же ролик, но ролик имеет сервомоторчик. То есть ролик там активный, поэтому эта процедура делается по костюму. Поэтому гели мы никакие использовать не можем, но в принципе мы можем, конечно, тоже потом снять костюм и сделать обертываемый с этим гелем. Но себестоимость процедуры будет подороже, как говорится, потому что костюм индивидуальный на весь курс процедур под одного пациента покупается. И плюс потом мы тоже гель используем, но уже под обертываем тоже какой-то второй этап. По силе воздействия, по функционалу в принципе идентичны, можно сказать. Кроме того, еще то, что мы не упомянули, быстренько пробегусь, из методик, которые относятся к условным деструктивным, еще, естественно, методики микродромообразия и воздействия абляционного лазером, то есть всякие фракционные воздействия лазером, то есть омоложение, так называемое, лазерное, это уже лазеры, повреждающие в действии, то есть не терапевтически используются. основные методики мы рассмотрели все, какие же у них противопоказания. Вопросы не появились у вас, то молчите, я не знаю, как информация усваивается, не слишком ли быстро, не слишком ли непонятно, может быть, что-то надо повторить, что-то уточнить, обязательно мне сообщайте об этом, реагируйте как-нибудь. Если есть вопросы, пишите, если все понятно, хорошо. По поводу противопоказаний, что очень важно, противопоказания у нас физиотерапевтическим методикам в принципе достаточно однотипны. Это всегда онкология, то есть злокачественные какие-то патологии, наличие их. Это всегда доброкачественное образование со склонностью к росту, особенно в зоне воздействия. Я, честно говоря, не рекомендую вообще аппаратные какие-то вот такие сложно сочиненные процедуры в кабинете косметолога делать пациентам с диагностированной онкологией или доброкачественными образованиями, которые имеют склонность к росту, либо только-только обнаруженные, поэтому неизвестно, есть ли у них склонность к росту. Онколог справки не дал, что склонности к росту нет. И беременным. Потому что, да, мы понимаем, как медики, что какие-то процедуры могут абсолютно, ну, абсолютно никак не влиять на эти патологии, в том числе на беременность, например, тот же самый трозокольпилинг, ну, уж никак не достанет до плода. Но, к сожалению, пациенты об этом не знают, поэтому, особенно, что касается беременных, я всегда, так сказать, на семинарах, особенно, молодых косметологов, напугаю, что несостоявшийся папаша прибежит убивать именно косметолога, если, например, с беременной, после нашей процедуры что-то случится, да, но не из-за нас может случиться, да, или так покажется, она делала какую-то процедуру, очень сложную, на ее взгляд, каким-то аппаратом по ней водили, по лицу. Вот, естественно, если у нее потом, не дай бог, обнаружится замерзшая или там еще что-то в этом роде, то вполне возможно, семья обвинит косметолога, а не гинеколога, который там проспал пародистеронную недостаточность. Поэтому просто беременных и с такими вот грубыми патологиями всякими мы отсеиваем, да, делаем какие-то процедуры другие, не связанные с аппаратами. Вот, что касается, допустим, каких-то противопоказаний еще достаточно адекватных, да, то есть это, естественно, системные заболевания соединительной ткани, это инфекционные процессы, герпес и какие-то распространенные, как говорится, углевая болезнь, пиодермия и так далее, псориаз, вне эмиссии, да, большое количество каких-то доброкачественных накожных образований невусов, например, вот, это все является противопоказаниями для любых контактных процедур, да, физиотерапевтических, и хороточное состояние тоже, естественно, да, если к нам пришла пациентка в погоне за красотой с температурой 40, да, 38, понятно, что за два месяца записалась, к примеру, но надо ее, как говорится, уговорить пойти домой лечиться, потому что, во-первых, нагрузочные какие-то воздействия физиотерапевтические, они не улучшат ее состояние, могут даже, наоборот, ухудшить, потому что все-таки эти воздействия стимулируют ресурсы организма, и организм должен тратить их на борьбу с инфекцией, а во-вторых, загразить косметологу, это тоже нам не нужно, вот, дальше, особенно для электрометодик, да, важно, чтобы не было в коже металлических имплантантов, золотых нитей, те же самые, да, дентальные импланты, если мы не можем их заизолировать, то есть, грубо говоря, если они стоят не в нижней челюсти, а в верхней, мы не можем проложить здесь капу, да, наверху мы не можем это сделать, вот, как правило, потому что они глубоко в кость, в верхней челюсти уходят, вот, к сожалению, тогда мы уже эти методики таким пациентам не сможем делать, если мы можем заизолировать дентальный имплант, какой-то, да, допустим, нижняя челюсть достаточно легко изолируется, можно использовать специальные капы, можно использовать несколько свернутых в рунточку ватных дисков, да, и несколько раз за процедуру их менять, чтобы они не успевали промокнуть слюной и не стать электропроводной средой, да, вот, то, в принципе, можно работать и микротоками и даже не он поры сделать. Кардиостимулятор это противопоказание, слышала, что сейчас есть уже такие современные кардиостимуляторы, которые не реагируют на какие-то вот эти вот воздействия электрическим током, но для этого надо проконсультироваться с кардиохирургом, который его ему устанавливал к этому пациенту, но это для нас как бы слишком сложно, поэтому проще, если есть кардиостимулятор, все-таки в электрометодиках отказать. Естественно, для РФ-терапии важно, чтобы у человека сохранялась чувствительность температурной кожи, то, чтобы у него не было каких-то неврологических патологий, которые введут к потере там в той или иной зоне чувствительности кожи, потому что не сможем контролировать, особенно при работе по телу, это важно, да, потому что там кожа не сразу реагирует, можем перегреть, сделать подкожный рубец, поэтому это важно. Также для РФ-терапии важно, чтобы клиент не применял системные ретиноиды в момент курса проведения этой терапии, потому что тоже неадекватно реакцию соединенной ткани могут спровоцировать. Вот, также, естественно, какие-то такие вот хронические заболевания, как сердечно-легочные недостаточно, гипертоническая болезнь, уже таких высоких стадий, скажем так, и сахарный диабет. Вот, то есть это такие общие противоказания, которые всегда надо учитывать. Лучше всего, если у вас перед процедурой, допустим, если вы проводите аппаратную процедуру или инъекционную какую-то, то есть сложную, да, не массаж там легкий какой-то и так далее, да, или поверхностный пилинг, визильный, к примеру, вы делаете. Да, лучше, чтобы клиент все-таки карточку заполнял в информированное согласие, да, особенно инъекционных методик как бы касается. Вот, все-таки он должен о себе на какие-то вопросы ответить, галочки поставить, что не беременную, что не взлокачественную, что не того, не всего, и вы себя обезопасиваете таким образом и пациентам. Вот, здесь в презентации я еще на всякий случай вложила наше как бы средство, ну, естественно, подбираем мы, так как мы вот методики рассмотрели, да, мы будем подбирать препараты касательно уже, если это форез, то значит, мы смотрим по пациенту, да, что ему надо внедрять. Если это жирная кожа, мы внедряем ему гель для жирной кожи с регулирующими компонентами, с гмамелисом и так далее, да, с антиоксидантами, с зеленым чаем. Вот, если эта кожа атоничная, тусклая, мы берем серию нео и работаем, либо делим для зрелой кожи, либо делим для сухой, нормальной кожи, но если еще и сосудистые проблемы есть, вот, вводим там форнофорез делаем или форнофорез интерпорацию. Если кожа обезвоженная, мы работаем соответственно о гелью концентрату с гиалуроновой кислотой двухпроцентной. Мы можем вводить активные сыворотки, интенсив омоложение с ультрамолекулярной гиалуроновой кислотой. Допустим, сыворотку 3D увлажнение, которая прекрасная совершенно для обезвоженной и чувствительной кожи, потому что она содержит все три вида гиалуроновой кислоты, кептид, дифупарин, который регулирует плодный транспорт и, соответственно, содержит еще алоэ вера, которая снимает как раз чувствительность кожи. Шикарный совершенно препарат. Сразу могу подсказать нюанс, кто не знает, кто нас часто слушает, все знают, как экономить сыворотки, которые, собственно, стоят, скажем так, подороже, чем обычные гели. Более активные компоненты содержатся. Сыворотка, допустим, 3D, сыворотка актив лифтинг для коррекции овала лица, то есть, которая наносится на нижнюю треть лица и шеи, с липолитиками, с лимфодренажными компонентами, с буараной, с кофеином и так далее. Или, допустим, сыворотка миорелакс, мы используем ее на мимические морщинки с аргелином, с пептидом миорелаксантом, который блокирует вот эти поверхностные рецепторы, которые находятся в эпидермсе и дерме и таким образом снижает очень мягенько вот эту привычную мимику, которую нам сложно контролировать. Используется, кстати, не только теми, кто боится уколоть ботокс, а теми, кто его уколол и хочет, чтобы он подольше простоял. Это в домашнем уходе. Так вот, чтобы сыворотки, которые мы нанесли на кожу зональную, например, сэкономить, мы хотим сделать фонофорез, например, или литропорацию, мы берем наш самый дешевый гель, увлажняющий. Он проскочил у меня с розовой полосочкой, который содержит всего два активных ингредиента гемороновую кислоту и алоэ вера. Наносим достаточно щедро и по нему работаем. Мы его даже в шутку иногда называем медиагелью лицином. Но он, естественно, гораздо больше подходит для лица, чем обычный медиагель. Как-то его на лицо не принято применять. Препарат, кстати, может применяться и молодыми пациентами, у которых нет проблем с кожей. Допустим, совсем молоденькие девочки, которым надо хорошее увлажнение, но не нужно каких-то там сывороток с ультрамолекулярной гемороновой кислотой. Ему еще нет 25-30 лет. Зачем? Поэтому увлажняющий гель, как говорится, дешевый сердит это прекрасный препарат для того, чтобы хорошо поверхностно увлажнять кожу и плюс еще снимать чувствительность. Так вот, экономим сыворотки, нанося сверху гель увлажняющий, по нему работаем. Точно так же мы можем добавить на сыворотки любой другой гель. Допустим, если нужно еще какую-то проблему порешать, допустим, какие-то антиоксиданты. Нужно, чтобы приехал с отпуска, кожа подвергалась насавиации, нужно антиоксидантами поддержать функцию кожи, борьбу с фотостарением. Значит, мы берем гель для зрелой кожи формулы 2 или возьмем гель для зрелой кожи мы его положим сверху сывороток и опять-таки точно так же можем вводить. То есть мы можем комбинировать наши препараты. То есть за что я люблю гельтек, как бы, учитывая то, что я не только на гельтеке, естественно, как практиковщик косметолог работаю, но за что я люблю нашу марку, за то, что она очень творческая. Мы можем подливы у пациента практически подобрать схему, которая будет именно ему полезна, подобрать препараты какие-то. Естественно, если мне понадобится еще альгинатная маска или понадобится глиняная маска, я возьму ее из других марок. Прекрасно сочетается с другими марками. Я комбинирую и с Джеджи, и с Ясеном, и с Волюме, и с любыми, которые мне в руки попадают, косметикой, альгинат, и могу эго-маск взять, например, и спокойно положить под него наши активные сыворотки, прекрасно получить эффект. Это тоже очень важно. Что касается самих процедур. Вот, кстати, проскочила наша новинка. Может кто-то не знает, она только в апреле вышла и так, в удовольствие маска. Ее очень хорошо тоже в кабинете. Как говорится, в кабинете мы иногда что-то более сложно используем. Или маски альгинатные, или маски, допустим, тканевые я очень люблю. Допустим, после чисток или после каких-то процедур других, особенно увлажняющих, взять вот такую масочку, положить под нее гель, например, для сухой и нормальной кожи Нео, который очень хорошо восстанавливает быстро кожу, еще так как регулируется щитарненький сосудистый Томас, он ее совершенно делает такой беленький, фарфоровый, то есть сужается и сосудики хорошо. Вот под такую маску мы кладем гель на сухой и нормальной кожи Нео, пропитываем эту маску, в идеале, лосьоном, концентратом Нео, чтобы потенцировать эффект геля. Но, в принципе, если, как говорится, не совсем атоничная тусклая кожа, а, например, после чистки, то, в принципе, достаточно пропитать тоником, положить сверху махровое полотенчико и будет совершенно прекрасная маска с эффектом коллагенового листа. При этом мы не берем дорогостоящий коллагеновый лист, да, у нас вместо субстрата, как говорится, вместо самого действующего вещества, да, грубо говоря, вместо коллагена работает гель, который гораздо более эффективен, чем простой коллаген, да, вот, а в качестве самого субстрата, да, который дает окклюзию, мы используем одноразовую масочку. Прекрасный совершенно эффект. Кстати, на Интершарме, если будете, приходите на наш стенд, мы там будем очень много мастер-классов показывать всяких, вот эти все процедуры можно будет увидеть. Вот, что касается, допустим, понятно, да, то есть, если форезы мы делаем, то подбираем по проблеме. Жирная кожа, конечно же гель для жирной кожи, можно домотен, например, водить ультразвуком, тоже прекрасно. Вот, атоничная тусклая кожа серия Нео, какие-то обезвоженные кожи, да, допустим, это всякие содержащие низкомолекулярные и ультрамолекулярные фракции препараты, да, то есть гель-концентракт, сыворотка интенсивомоложения, сыворотка 3D-овлажнения. Если, допустим, пришел клиент просто на такой, так называемый, европейский уход, то есть, это кожа без особых проблем, то есть, нужно чуть-чуть поддержать в уровне увлажненности, тургор, тонус, может быть, отеоксидантов чуть-чуть, да, добавить или чуть-чуть чувствительно снять, когда у нас есть прекрасные, совсем недорогие, два геля для зрелой кожи из серии НТХ, то есть, Формула-1 и Формула-2. Формула-1, гель для зрелой кожи, Формула-1, мы выбираем для такого вот ухода, и можем делать фонфорез, например, по нему, или там, ионофорез, или какую-то стимулирующую методику использовать, если кожа имеет склонность к повышенной чувствительности, потому что там алоэ входит в Формула-1 у нас, да, эластин, тамин-С, киуронная кислота, она входит и в Форму-1, и в Форму-2. Вот. А если гиперчувствительности нет, но, опять-таки, как я уже упоминала, допустим, человек приехал из отпуска, где солнце подвергался, или по каким-то другим причинам кожа, ну, немножечко, явно требует, так сказать, антиоксидантов в уходе, вот, то мы берем Формулу-2, гидроозревая кожа, Формулу-2. И эта Форму-2 содержит, содержит мощные антиоксиданты, экстракт фланктона из зеленого чая, ну, а, соответственно, основные компоненты эластин, тамин-С, гиуронная кислота, она там тоже присутствует. Вот такая тоже хитрость, может быть, у нас. Ну, соответственно, если рассматривать стимулирующие методики, напомню, для микротоков, препаратами выбора является пектиновый гель, тонизирующий гель, гели серии Нео, особенно для сухой, нормальной кожи Нео. Соответственно, для РФ-лифтинга мы можем использовать тонизирующий гель, сработаем по лицу. Вот, в принципе, так как РФ-лифтинг он нагревает хорошо тоже кожу, естественно, внедряются препараты достаточно мощно во время этой процедуры, да, не за счет того, что это форез, а просто за счет того, что упоры расширяются, да, вот эти, по пути наименьшего сопротивления все-таки внедряется большее количество компонентов, нежели просто седьмонокожные нанесли их. Вот, мы, в принципе, можем использовать этот такой побочный эффект, так сказать, процедуру, можем нанести, допустим, активные сыворотки зонально, делая РФ-лифтинг, вот, а сверху нанести самый банальный медиагель Т, причем могу сказать, что медиагель Т, который является высокой вязкости медиагелем с добавлением глицерина, он обеспечивает очень хорошее скольжение манипулы, что важно для мощных аппаратов РФ-лифтинга, вот, которые, там, допустим, на 4 МГц работают с большой мощностью, то, что эта манипула достаточно быстро нагревается, и, чтобы у нас кожа эффективно охлаждалась, не перегревалась, и, чтобы она, как говорится, не залипала, вот, у себя залипнет, может быть, ожог, да, в этом месте локальной, да, чтобы она не задерживалась, а хорошо скользила, вот, как раз, медиагель Т, он обеспечивает очень хорошее скольжение за счет глицерина, вот, и, собственно, самого медиагель Т, Наталья спрашивает, да, название геля, то есть, по лицу мы можем использовать тонизирующий гель, он тоже такой крем-гелевую текстуру имеет, но чуть-чуть будет побольше его расход, потому что его придется добавлять больше во время процедуры, либо нанести активные сыворотки на лицо, и сверху положить медиагель Т, это медиагель высокой вязкости с добавлением глицерина, называется медиагель Т, контактная среда, битразвуковая, вот, очень хорошо под рэффлифтинг идет, значит, ну, в заключении, да, как говорится, мы уже долго тут разговариваем, наверное, устали вы, приведу примеры протоколов базовых, в принципе, все вы косметологи и прекрасно знаете, да, что такое базовый протокол, то есть, это поверхностное очищение, глубокое очищение, да, это активная какая-то процедура, может быть, аппаратная или безаппаратная, и, соответственно, это может быть маска потом, и нанесение завершающего финального крема, какого-то средства, да, в финале. Соответственно, если мы, допустим, делаем антиэйдж процедуру, увлажняющий эффект, хотим получить, то есть, обезвоженную кожу, ухаживаем за ней, то мы очищаем кожу с помощью очищающего геля, в принципе, если кожа очень чувствительная и прям вообще не переносит хорошо умывание такой классической с водой, то можно использовать лосьон очищающий, но лосьон очищающий, он как мицеллярная вода, работает только там не мицеллы, а гидрофильное оливковое масло, да, на его основе он сделан. Его больше любят либо визажисты, да, чтобы там, либо боди-арт там, кто делает, да, чтобы там, допустим, протерли участок, дорисовали и так далее, либо как тревел версию брать с собой, то есть, в одном флакончике лосьон очищающий везем, да, в другом тоник, протерлись им, протерлись тоником, и вот, можно сказать, умылисть, да, когда живем в палатке или там долго едем в поезде, например. Вот, а так, конечно, классическое умывание с гелем очищающим, дальше мы можем дополнить уход, сделав предуход энзимной пектиновой маской, я, честно говоря, практически всем пациентам, которым собираюсь внедрять какие-то активные компоненты, потом на этапе активного ухода, использую энзимную пектиновую маску в качестве предварительного ухода, даже если потом еще это заколвым пилингом дополняю, потому что энзимная пектиновая маска очень хорошо разрыхляет эпидермис, она еще и осветляющим таким действием легким обладает, она очень хорошо разъедает, как бы, вот эти вот черные точки, комедончики, и очень быстро потом выходят, если нужно руками еще потом почистить. И, если это процедура, допустим, антиэйч увлажняющая, я обычно по энзимной маске делаю массаж, то есть убиваю двух зайцев, то есть идет и предуход, идет разрыхление, идет осветление, и в то же время можно 10-15 минут в премии экспозиции маски делать любые совершенно массажные движения, которые данному пациенту будут полезны. Вот, а потом можно ее смыть и дальше протонизировать кожу, приступить к активному уходу. Если дальше у нас идет чистка, то, как правило, и ультразвуковой пилинг дальше используется, то есть маску энзимную мы смываем, наносим энзинкрофтирующий гель, закрываем пленкой, и учитывая то, что маска энзимная уже поработала, как холодное распаривание, мы можем уже гель дезинкрофтирующий не выдерживать 15 минут, а практически сразу приступать к дозуковому пилингу. Вариантов много, на самом деле, как использовать предуходовые средства. И когда мы кожу подготовили хорошо, соответственно, мы все это смываем, остатки этих очищающих и глубоко очищающих средств, протонизировали кожу обязательно, потому что когда мы дальше уже не предполагаем никакого контакта с водой, нам нужно использовать тоник. Тоник у нас позволяет PH кожи вернуть на место очень быстро, в норме, если мы не протонизируем кожу, когда умылись, через 2 часа только вернется к нам в нормальный PH при хорошем раскладе. Если же мы тоником воспользуемся, в течение 15 минут. Поэтому мы всегда после умывания протираем кожу тоником, после глубокого очищения в данном случае. И дальше уже можем проводить процедуру либо форетическую, лектофорез, ультрафонофорез, лазеротерапия, либо стимулирующую, микротоковую и так далее. И использовать соответствующие препараты, которые либо этому пациенту нужны, либо которые хорошо подходят для той или иной процедуры, как, например, тонизирующий гель к микротокам. Остатки препарата просто снимаем влажной или сухой салфеточкой или впитываем в кожу. Если это гиалуронка, то лучше, конечно, впитать. Если это низкомолекулярная гиалуроновая кислота, а не сыворотки, то лучше влажную салфеточку и остатки снять, потому что то, что мы не внедрили аппаратом, низкомолекулярная гиалуроновая кислота может в виде пленочки остаться на коже, потом под финальным кремом или под тональным средством скататься. Поэтому лучше удалять остатки. Дальше мы, как правило, когда, допустим, сделали активную процедуру какую-то, или аппаратную, или массаж, к примеру, берем маску, либо, вот как я рассказала, делаем на основе геля с использованием таких вот одноразовых масочек с пропиткой, тоником, либо лосьонным концентратом нео и махровым полотенчиком, то есть такую окклюзию даем. Либо мы классическую альгинатную маску можем на сыворотки положить, нанесенные зонально по проблеме. Вот. И, соответственно, маска у нас экспозиция порядка 20 минут, после этого мы остаточки промакиваем, наносим завершающий крем. Универсальный завершающий крем наш увлажняющий. Вот. Очень хороший крем. Люблю его за то, что у него очень легкая текстура, текстура эмульсии, поэтому закрыть им можно любую процедуру, даже на жирной коже. Вот. То есть он не комедогенный, он не будет вызывать такой жирный блеск какой-то, даже если мы закроем им, допустим, проведенную чистку. Но классическую чистку я, конечно, больше люблю дымотеном закрывать. Вот. Крем увлажняющий имеет SPF 10. Естественно, к классу солнцезащитных средств он не относится. То есть на пляж его никто не берет, понятное дело. Вот. Но как финальный крем в конце любой процедуры очень хорошо работает. Могу вот такой анонс провести у нас немножечко сейчас в лучшую сторону даже изменилась его рецептура. То есть мы ввели в качестве солнцезащитных ингредиентов более современных и фильтры. У нас поменялось один вид масла. То есть мы масло зародочной пшеницы заменили на миндальное. У нас такой очень сбалансированный получился состав. То есть он стал еще лучше, чем был, скажем так. Поэтому на Интершарме можно будет уже с обновленной рецептурой вот этот увлажняющий крем приобрести. Ну и соответственно курс и частота проведения процедур это уже в зависимости от методики. Делаем мы курсы и экспресс-процедуру мгновенной красоты, как говорят. То есть это уже зависит, как говорится, от того, что мы хотим сделать. Если мы с проблемной кожей работаем, как правило, идет демакияж, два раза умываем, гелем очищающим, холодное распаривание. Ну, когда мы хотим чистку сделать, допустим, если мы проблемную кожу уже своим каким-то лечением, можно сказать, загнали в ремиссию, да, и мы можем уже чистить. То есть, например, больше десяти испанительных элементов, нам чистить ничего нельзя, надо сначала пациента полечить, поменять его, скорректировать весь уход и так далее, да, то тогда, собственно, мы холодное распаривание, делаем или классическое по гельце, инкрустирующему под пленку на 15 минут, либо добавляем этап использования энзимной пектиновой маски, что очень хорошо. Вот, что касается дальнейших действий, мы можем добавить отшелушивающий этап, то есть, какую-то чистку аппаратную, вот, и дальше мы можем работать руками, работать ложкой луны, как я уже вначале говорила, зонально. Вот, когда мы все почистили, смыли остатки, так сказать, вот этих наших средств с кожи, мы можем нанести или на Т-зону, или на все лицо глиняную маску, можем закрыть ее, когда она подсохла, если эта маска, допустим, имеет свойство подсыхать, можем сверху положить марлевую салфеточку и по ней подарсонвалить контактным методом, вот, по подсохшей маске, да, если какие-то прыщи, как говорится, нам нужно пристрелить, подарсонвалим, используем дистантный метод. Также можем, когда уже смоем маску и так далее, когда в конце процедуры наносим ту же самую антисептическую пудру, подобие, которые есть и в джиге, много одинаковых таких, вот, можем дарсонвалить делать по ней, то есть в самом конце процедуры, потом смахнуть остатки пудры и так пациента уже отправить. Вот, как правило, если мы дополнительное очищение в виде глиняной маски делаем, чаще всего мы потом все равно кладем успокаивающую, восстанавливающую маску, вот здесь-то как раз я очень люблю наш гель для сухой нормальной кожи НЕО, либо гель энтесифрегенерации, которую можно положить в виде маски, вот такой, с использованием вот этой вот, с прорезями из панвейса, и кожа будет нас успокаиваться, где-то мы пустово удаляли, осталась ранка, где-то у нас красные пятнышки где-то мы подавили, вот эта вся сосудистая реакция и вот эти вот микротравмы, они затягиваются за те 20 минут, что пациент лежит под маской, и уходит он у нас совершенно таким чистым личиком без пятен, сверху еще припудрить антисептической пудрой, да, по завершающему средству, и вообще замечательно, еще и матовой кожи, да, вот, но также мы можем использовать и альгинаты, и коллагеновый рис в данном случае, и гелевые маски. В качестве завершающих средств для проблемной кожи мы можем даже наш увлажняющий гель, как я уже говорила, использовать, потому что он очень легкий, но домотен, как говорится, палочка-вручалочка для проблемников, который тоже можно использовать в финале. Вот, что касается же тех пациентов, которые к нам пришли в состоянии все-таки такого выраженного процесса воспалительного, то есть много пустул, есть папулы и так далее, да, и классически чистить мы его не можем, да, рано еще. Вот, мы должны в первую очередь пересмотреть его уход, для ухода за проблемной кожей нам важно убрать из его, как говорится, рациона все жиросодержащие текстуры, заменить их на гелевые, дать ему мягкое очищение обязательно, потому что они очень сильно вредят своей коже, своими этими агрессивными умываниями и так далее, и дальше они любят и протираниями, и спиртом, вот, это все, естественно, исключить, объяснить, что чем больше будет раздражать, как говорится, иссушать кожу, тем больше кожного сала будет вырабатываться, вот, поэтому меняем уход, корректируем пациенту, у нас есть схема, очень хорошо работающая, когда мы даем очищающий гель, мягкий, допустим, тоник для жирной кожи, надо отметить всегда, что когда кожа воспаленная, то есть воспалениями, жирная, ее всегда желательно ввести как чувствительную кожу, то есть обязательно мягкое очищение, обязательно тоники, не содержащие спирта, но в данном случае у нас есть тоник для жирной кожи, который на самом деле очень хорош не только для жирной, но и для комбинированной, даже для нормальной, потому что он содержит себорегуляторы, он содержит соль рапан, который рассасывающим действием обладает, когда есть какие-то пусты акне, тоже хорошо, средства, которые содержат, используют, например, гемотонизирующие, хорошо используют в ремиссии, когда уже нет воспалительных элементов, но используется, но есть пусты акне, вот, соответственно, утром мы проблемному вот этому пациенту, с проблемной кожей, с убривой болезнью, назначаем гель очищающий, тоник для жирной кожи и после этого наносит демотен. Демотен борется с воспалением за счет лечебной дозы серы, которая есть в его составе, да, то есть если гель для жирной кожи содержит профилактическую дозу серы, там больше акцент сделан на себорегуляторах, гомомелис, например, на антиоксиданты, демотенчай, вот, то у нас используется он, естественно, для жирной кожи, у которой нет особых воспалений, который, грубо говоря, кроме жирного блеска ничего не беспокоит. Вот, а вот уже если есть воспаление, то мы берем демотен, который содержит гиалуроновую кислоту, который содержит алоэ вера, успокаивающие, иммуномодулирующие, как бы, свойства этого сока алоэ вера. Дальше он содержит лечебную дозу серы, которая, собственно, борется с микробами, которые вызывают воспаление, а чаще всего у нас на коже вызывают пропионы бактерии акне и клещ демодекс. они кушать серу не любят, поэтому серосодержащие средства это золотой стандарт ухода за проблемной кожей. Вот, а вечером этот пациент умывается мягким гелем, очищающим, протонизировал кожу, тоником для жирной кожи и после этого нанес пектиновый гель. Пектиновый гель, несмотря на то, что находится в серии анти-идж у нас, он препарат выбора для ухода, так сказать, в паре с демотеном за проблемной кожей. Потому что он кислый. Пектин, который содержится в пектиновом геле, имеет PH от 3,1 на 3,5, что, собственно, влияет на PH кожи, то есть мы подкисляем среду на коже, а эти вот вышеперечисленные мной микробы, они в кислой среде тоже жить не любят, потому как они в ней, собственно, дохнут. По крайней мере, не так серьезно сильно размножаются. Поэтому мы утром используем демотен, он работает за счет серы, плюс еще увлажняет хорошо и, собственно, успокаивает кожу. А вечером, после очищения и тонизации, мы используем пектиновый гель. Могу сказать, что, кроме того, естественно, мы на 1 или 2 раза в неделю назначаем пациенту энзимную пектиновую маску вечером после очищения на 15 минут под пленку и смыть. Потом, да, но потом, соответственно, тонизируем кожу, наносим пектиновый гель. Для того, чтобы убирать гиперкератоз, чтобы вот это повышенное роговение, как правило, которое характерно вообще для всех обладателей жирной кожи, очень часто бывает сопутствующее такое явление. Но, кроме того, у проблемной кожи тоже, если гиперкератоз есть, то есть кератиноцитов мертвых на коже остается больше, чем надо, то, к сожалению, закупоренные вот эти вот вводные протоки сальных желез, как только крышечка захлопнулась, пропионобактерия акне радостно потирает свои, так сказать, лапки, условно говоря, потому что она анаэроп, ей кислород для существования не нужен. И поэтому вот эта пропионобактерия акне, она усиленно размножается, как только увеличится у нас степень вот этого гиперкератоза. Поэтому энзимная маска раз или два в неделю, для начала лучше два, утром демотен после очищения тонизации вечером пектиновый гель. И могу сказать по опыту своему и не только моему, что когда мы назначаем пациенту вот такую схему, плюс, конечно, мы можем что-то еще ему дополнительно внутрь назначить, как-то микроэлементы, там, например, препараты цинка и так далее, да, может быть, какие-то витамины, тот же самый вид, но вот коррекция ухода вот в такую сторону иной раз спасает нас от назначения такому пациенту каких-то средств из области тяжелой артиллерии, да, как-то топические ретиноиды типа дополена, да, допустим, антибиотики. Иногда пациент потом через две недели вот такого ухода нормального приходит на корректирующий прием, да, и ты смотришь, уже там не 10 и более воспаления, а уже там осталось 3-4 прыща. условно говоря, вот, и уже можно ему и даже почистить что-то, комедоны там убрать, к примеру, и оставшиеся там пару пустул, уже можно что-то с ним делать, да, и главное, что ему не придется назначать какие-то вот эти вот сильнодействующие с большим количеством побочных средств, средства. Поэтому хочу еще раз акцентировать ваше внимание на том, что коррекция домашнего ухода это очень-очень важно, это 80% успеха, наверное, я так могу сказать, потому что, да, и бывают пациенты, которые считают, что когда пришли к косметологу, вот он хочет там что-то свое ему там продать или еще что-то, и как-то скептически относится, бывает, что скрывает, ну, очень много в интернете я встречаю, там на всяких этих бывает, попадаешь на какой-нибудь форум там женский интерес, и вот они рассказывают, как он пришел к косметологу, а тот начал спрашивать, а чем вы пользуетесь дома, а он ему гордо отвечает, точнее она, а ничем, типа не скажу, ну, что же делать, как говорится, спасение утопающих, делай рук самих утопающих, поэтому, конечно, если пациент понимает, что важно скорректировать уход, подобрать его адекватно своему типу кожи, своей проблеме, то значит, эффект будет, если ничем, значит ничем, эффекта скорее всего не будет, так что, в принципе, если такие вот скептически настроенные пациенты попадаются, ну, можно ему бесплатно ответь, как говорится, на несколько дней ухода этого, на неделю, чуть-чуть, он попробует, потом поймет, что как это хорошо, да, воздействует на него, как состояние кожи резко меняется в лучшую сторону, и уже поймет, что вы его не обманули, как вариант, вот, поэтому, вот, что касается проблемной кожи, да, если есть вопросы, не забывайте задавать, да, ну, здесь я привела, как бы, пример презентации о травматичной чистке лица, да, когда мы, грубо говоря, кроме утрозвукового пилинга ничего такого не делаем, да, убираем гиперкератоз, можем сделать фонофорез сиборегулирующим, да, гелем для жирной кожи, то есть, это такой вот мягкий уход, да, для жирной и проблемной кожи, потому что, если, допустим, мы имеем возможность сделать уже комбинированную чистку, то мы ее делаем уже, вот, если тусклая, тоничная кожа, опять-таки, мы можем использовать форетические методики, и у нас препаратом выбора, как я уже говорила, будет серия Нео, то есть, гель для зрелой кожи Нео, гель для сухой, нормальной кожи Нео, если сосудистые проблемы еще есть, вот, то есть, собственно, базовый протокол остается базовым протоколом, поверхностное очищение, предуход, и дальше у нас, собственно, активная процедура, и далее маска, которая нам доступна, вот, что касается домашнего ухода, помимо клиентов с проблемной кожей, для которых это 80% успеха, да, для всех остальных тоже, конечно, вот, естественно, очищение кожи должно быть максимально щадящим, обязательно нужно использовать тоник, кроме того, кроме всех трех наших тоников, с гиалуроновой кислотой, эластином, увлажняющий такой тоник, у нас есть гелевая текстура, очень его любят люди, тоник есть успокаивающий, универсальный, обычный, привычный тоник, такой жидкой текстуры, это с гидрозатом коллагена, авои вера, есть тоник для жидокожи, про который уже рассказала, есть у нас еще такой препарат, пластин концентрат нео, я о нем упоминала, как бы, когда про серию нео говорила, ну, могу сказать, что его тоже, ну, как бы мы, ну, раз называем четвертый тоник, его очень хорошо использовать вместо тоника, в качестве тоника, в домашнем уходит, тем пациентам, у которых как раз атоничная тусклая кожа, вот в результате ишемии, он очень хорошо оживляется от лица, то есть, так называемая кожа курильщика, так называемая, ну, тусклая кожа возрастных пациентов, очень хорошо, если он концентрат нео, использует вместо тоника дома, вот, также мы можем использовать активные сыворотки, как-то интенсив омоложение, кстати, интенсив омоложение, один из любимых моих лично препаратов, да, предпочтений, которые я в своем уходе использую регулярно, он хорош еще тем, что помимо глубокого увлажнения, он дает еще стимуляцию кожного иммунитета, потому что в нем содержится не только ультрамолекулярная гиаловная кислота, а содержится еще бета-глюкан, который воздействует на кожные макрофаги эпидермальные, который, собственно, поэтому, когда у нас обезвоженная кожа, такая поврежденная у проблемного пациента, то есть угревая болезнь, это очень хорошо дополнить его домашний уход этой сывороткой, когда нужно еще восстановить уровень увлажненности, вот, когда он уже себя, как следует, экзекуция себе поустраивал до того, как его мама за ручку к нам привела или сам он пришел, вот, поэтому интенсив омоложение, это, собственно, помимо того, что, как говорится, для всех подходит, да, не только для проблемной кожи, а как раз для всех людей, у кого-то или иная степень обезвоженности есть, когда нужно кожный иммунитет простимулировать, кроме того, там, фитокультура из твойных клеток яблока в составе, которая таким стимулирующим тоже действием на клетки кожи, эпидермис особенно, влияет, и поэтому кожа лучше обновляется, быстрее уходят пигментные пятна, поверхностные, эпидермальные, допустим, быстрее восстанавливается цвет лица свежий, поэтому наносим, втирая чуть-чуть на области мимических морщинок, да, и вот таким образом, пока мы ее утром-вечером используем, у нас привычная мимика постепенно становится менее выраженной. Актив лифтинг, я уже рассказывала, да, то есть это лимфодренажные, липолитические компоненты, гварана, кофеин и так далее, которые наносятся на нижнюю треть лица и шеи. Соответственно, можем, конечно, использовать и гель с БТА эффектом вместо Амиорелакса, он чуть подешевле будет, но гель СБТА я больше предпочитаю использовать в аппаратных процедурах в кабинете, так как это такой полноценный гель, который в том числе содержит аргелин. Вот, Амиорелакс, он легенький совсем, такая жиденькая текстура сыворотки, он, конечно, в домашнем уходе больше мне нравится, вот, хотя очень многие любят и наш гель СБТА, он есть в маленьких упаковочках, достаточно бюджетно, и, в принципе, там всего лишь на 2% меньше аргенгина, чем на релаксе. Вот, дальше утром у нас, естественно, должна быть солнцезащита, когда неактивное солнце, достаточно СПР 10-15, то есть нашего, допустим, увлажняющего, или, допустим, если совсем солнце, как говорится, не действует на нас, ушли, как говорится, до рассвета, пришли после заката, вот, с работой, профили, сидели, весь день мы все, то можно, конечно, и утром использовать гель, допустим, по проблеме. Тот же самый Демотен, если проблемная кожа, да, если мы наносим, то мы можем спокойно на него потом, когда он впитался, наносить и тональные средства, если прямо уж необходимо, конечно, с проблемной кожей лучше отказаться от декоративной косметики на время, как говорится, достижения ремиссии, но не всякие, это можете позволить. Соответственно, можем наносить и солнцезащитное средство, на любой наш гель, который очень хорошо впитывается, и после мы можем через 5-7 минут наносить любое другое уже средство. Вечером мы можем использовать, опять-таки, гели по проблеме, по типу кожи, серия Нео, проблемная и так далее, то есть увлажняющие препараты. И 1-2 раза в неделю можем дома назначать пациенту, сам он себе может сделать, такой, так сказать, практически салонный уход, то есть он может сделать глубокое очищение с энзимной пектиновой маской после умывания, наложить ее на 15 минут, и дальше нанести вот эту самую маску Акваудовольствия, которую я упоминала. Вот она как раз больше пригождается даже дома, нежели в кабинетном уходе, хотя в кабинетном уходе тоже она нужна, особенно, когда есть очень выраженная безвожность. По поводу маски Акваудовольствия расскажу один нюанс, у нас уже время совсем, прям уже закончилось, можно сказать. Вот, вы там не устали, долго мы сегодня общаемся, вы напишите мне, если что-то вдруг непонятно было, пока у нас семинар длится, я могу на этот вопрос ответить ваш. Вот, так вот, Акваудовольствия, у нее есть такой нюанс применения, она наносится толстым слоем, таким, буквально, миллиметр-полтора, то есть, когда мы ее наносим на кожу, она моделирует гидрогелевое покрытие, вот, и, то есть, работает как гидрогелевая маска, да, то есть, она подергивается сверху такой пленочкой, и под ней активно, внедряется, активно работают вот эти интенсивно увлажняющие компоненты, то есть, там такой комплекс Акваксил содержится, с глюкозой, ксилитом, вот, а кроме того, там содержится комплекс экстрактов, вазоактивных, стимулирующих, такой же, как в геле и в лосьоне концентрате Нео, да, гель-люсхой, нормальной кожи, и в лосьоне концентрате Нео содержит его, то есть, Арника, бузина, плющ, мальва, постельница лекарственная, то есть, это такие, прямо, активаторы кожи, и, особенно, Арника, очень мощный венотоник, поэтому маска, как в удовольствие, она и интенсивно увлажняет, и, кроме того, оживляет цвет лица, он такой становится, розовенький, приятный, вот, поэтому ее очень хорошо использовать дома, кроме такого, регулярного, профилактического ухода, ее можно интенсивным курсом дома наносить, то есть, либо каждый день, в течение 10 дней, либо через день, в течение, там, как правило, двух недель, наносим ее вечером, после очищения кожи, из этих раз, как говорится, дважды в неделю, там, один раз в неделю, можем комбинировать с энзимной маской, да, 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 вот вопрос от Елены, можно ли микротоками работать, можно, в принципе, по ней фонфорез можно делать, ее можно фонфорез, вот раз в руку вводить, активный компонент, просто микротоками, я бы сказала, что немножко нецелесообразно, вот, под микротоки лучше взять более токопроводные гели, которые наряду с этим обладают активными компонентами, то есть тонизирующий гель, пиктивный гель, лучше всего микротоки, или гель для сухой, нормальной кожи Нео, маска, как удовольствие, переводить ее в качестве активной контактной среды, просто, да, особо смысла нет, поэтому я бы под микротоки взяла вот те три средства, которые перечислила, а все-таки, как удовольствие, накладывала бы в виде маски, как положено, чтобы она моделировала гидрогелевое покрытие, да, то есть, чтобы она полностью свое вот это действие оказала, потому что, когда вы будете потом увлажненными манипулами вот этими микротоки делать, ее там периодически разводить, растирать, да, она своего действия, как маска, не окажет, то есть, она будет просто, ну, хорошим гелем, контактной средой, содержащей, в общем-то, неплохие активные компоненты, да, понятно, да, вопрос, ответила я на ваш, то есть, можно, но нецелесообразно, вот так вот, так же самое, как микротоки, нет смысла класть под микротоки, достаточно дорогостоящий гель-концентрат с 2-х процентной гиалуроновой кислотой, потому что мы ее внедрим микротоками, мало, потому что это не форез, а стимулирующая процедура, мы лучше под форетическую процедуру положим гель-концентрат, а микротоки сделаем уже патонизирующим, или пектиновому гелю, вот, ну, собственно, уже совсем в заключение, да, два слова скажу, когда у нас, допустим, кожа нуждается в дополнительном заживлении, как-то после солнца, или после каких-то пилингов, травматичных процедур, когда есть какие-то проявления дерматита, да, атопические, в том числе у маленьких деток, вот, то, конечно, не стоит забывать о нашем геле прекрасном, интенсив регенерация, который, я считаю, из депантенол-содержащих средств, которые сейчас вообще на рынке, да, есть, как бы в аптеках и так далее, мне кажется, что наша интенсив регенерация, она самая лучшая, вот, без ложной скромности могу сказать, потому что я пробовала и то, и то, и многое, вот, в частности, после солнечных ожог, после пилингов, то однозначно, что гель интенсив регенерации я использую, потому что это профессиональный препарат для этого, вот, но после солнечных ожогов, например, не сравнить даже, вот, обычные, вот эти, вот, нам привычные спреи с пантенолом, да, и как наша интенсив регенерация действует, это просто небо и земля, потому что, я на себе испробовала в прошлом году, уже, наверное, рассказывала, может быть, даже в каком-то семинаре, и не устану повторить, когда обгорели в аквапарке с детьми, несмотря на то, что использовали, конечно, СПФ, вот, и, в общем-то, не сильно были белые, это уже к тому времени, но долго очень там развлекались, на открытом воздухе, и вечером почувствовали, конечно, что горели, и я вот нанесла интенсив регенерацию, буквально вечером и утром, никаких ожогов, то есть, оно к утру уже, во-первых, все посветлело, во-вторых, никаких, ни шелушения, ни боли, никакой на следующий день уже не было, то есть, это личный опыт, как говорится, который не раз уже опробовала, ну, плюс дома тоже, я считаю, в аптечке у каждого, наверное, должна быть интенсив регенерация, потому что любая ссадина, там, на сковородку прижгли, палец, не дай бог, еще что-то, продезинфицировали ранку, нанесли интенсив регенерацию, буквально за сутки затягиваются поверхностные такие вот повреждения, то есть, вот такой вот препарат хороший, я вам в эту презентацию включила, не буду подробности, если разбирать, как бы вы обо всем этом уже проговорили, вот такую табличку сделала, где можно просто собранные всякие проблемы, и варианты решения этих проблем в домашнем уходе, то есть, какие препараты являются препаратами выбора для той или иной проблем, там, обезбороженная кожа, жирная без воспалений, там, допустим, проблемная уже с акне, и так далее, и так далее, вот, то есть, вот эту табличку можно будет вместе с презентацией, она си с тобой, да, можно ее будет смотреть, как такая шпаргалочка, да, естественно, мы с вами уже поговорили, что есть методики и воздействия на тело, электромиостимуляция используется для тела, утрозуковая кавитация, вот эти вот механические методики, естественно, у нас есть три препарата основных, четыре даже можно сказать, ну, три, я говорю, потому что гель антицеллюлитный, у нас есть в варианте для электромиостимуляции, сам антицеллюлитный комплекс, он одинаковый, в этих препаратах, но в гель для электромиостимуляции просто добавлены соли для повышения лидропроводности, вот, гель с гидролизатом коллагена алоэ вера, он очень густой, похож на бидиогель по текстуре высокой вязкости, вот, и тоже, кстати, достаточно неплохо по этой причине для ИРФ терапии, очень экономичной для ИРФ терапии, если мы ее проводим по телу, вот, алкарапан, это, как бы, тоже все знают, этот препарат, содержит большое количество вот этих солей и рапан, обладает и лимфодренажным действием, рассасывающим, и даже обезболивающим легким, то есть физиотерапевты используют для процедур алкарапан, допустим, при артритах, при корешковом синдроме, вот, и, естественно, у нас есть препараты по уходу за веками, которые мы в аппаратных процедурах не используем, но очень хорошо используют, либо для профилактики, вот, синдрома сухого глаза, например, как глифарагель-1, либо, когда мы лечим, опять-таки, проблемную кожу и диагностирован демодекоз лица, для профилактики, чтобы не было демодекоза век, мы используем демодекоз 2, тоже содержащий лечебную дозу серы, но предназначен для век, и, если у нас уже диагностирован демодекоз век, тоже используем вот этот препарат, для того, чтобы, собственно, ликвидировать вот этот демодекс, так, когда есть глифариты какие-то, когда ячмени, тоже очень хорошо глифарагель-2 противоспалительное действие свое оказывает. Есть очищающие средства специально для век, включая стерильные салфетки, блефаросалфетки, 24 штуки упаковки, вот, которые очень удобно, на самом деле, брать с собой даже куда-то на отдых, или, как такое, в сумочке, да, чтобы просто протирать даже лицо, например, потому что это хорошее очищающее средство, содержащие там и ромашку, и календулу противоспалительное, успокаивающие, такие компоненты, очень приятная штука. контактные наши гели, тоже вы все знаете, да, используются в основном в медицине для диагностики, да, как контактная среда, но, например, если кто лазеротерапия делает, там, тоже сам фотоэпиляцию, наши бесцветные медиагели, очень хорошо себя зарекомендовали, вот, в этих процедурах, и опять-таки для РФ, медиагель Т, который я, вот здесь вот, он есть, вот тут вот, уголочки, вот, и про него тоже стоит не забывать. Ну, на этом, собственно, наш очень такой большой сегодняшний семинар, я планирую закончить, скажите мне, все ли было доступно и нормально, не замучила ли я вас большим потоком информации, вот, и не остались ли у вас какие-то вопросы. На самом деле, если вдруг сейчас уже сил нет, вопросы какие-то, я старалась, спасибо, Виктория. Вот, если какие-то вопросы, даже сейчас, учитывая объем информации, не возникли, да, они могут возникнуть потом, вы можете их спокойно присылать на вот эти вот имейлы, вот, и я с удовольствием, мне их перешлют обязательно, и с удовольствием на них отвечу. Вот, на этом, собственно, могу закончить. Спасибо вам.